Всё идёт к тому, что будет править женщина. Ты, братан, не тонко сделаешь, ты чё там? И людям заплатили, а затох, это же... В итоге в чём прикол, демократии-то нет? Требуют от блогеров, от лидеров мнений и так далее, типа, сделайте чё-нибудь, сделайте чё-нибудь, а, блин, чё делать, непонятно. Казахстан превратится в очередную сторону, где будут беженцы. Вот это поворот. Рахат Алиева и Мухтара Аблязова. Всем выгодно, чтоб Казахстана не было по факту. Аблязов, если считает себя революционером, он должен быть здесь и получать дубинкой. Да, да. По поводу Дареги, сказать честно, хочу ли я, чтоб она стала президентом, госпожой президентом, да? Надеюсь, это видео не наберёт миллион просмотров. В первую очередь, я бы, наверное, со стороны, знаешь, не просто там похейтить то, что, типа, переименовали. Как обычно, то, что все делают. Да, да, этот же мир, он же, типа, в этом мире все относительно, есть, типа, и, чё, всё нормально всё? Не, это приметы же. Ахшабус не показал. Ясенька, дурш, дурш, дурш. А, серьёзно? Полчаса, короче. Где-то в контракте здесь. Ахаха, всё-всё-всё-всё-всё. Знаете, много контрактов. Я в Астане, значит, чувствую себя. Я думал, ты, типа, себя наказываешь, типа, нельзя говорить, нельзя говорить, короче. Обед молча. Короче, за день до контракта с LG, Бржана, у меня вся левая рука, короче, чесалась. Я только, короче, вот так целую. Потом звонок. Алло, здравствуйте, LG корпорация. Мы бы хотели с вами встретиться по поводу Бржана Шмигура. Я говорю, я готов, короче. Ага, ну понял, что вы готовы, приезжайте. То есть, любой дефект в твоём организме ты связываешь с этим, да? Нет, это просто вот как приметы, а я в приметы верю. А, точно? Поэтому я не боюсь. Да, и нумерология, и так далее. Возможно, я сам себе, да, призываю, чтобы себя вот в темпе держать, да? Примета, она больше не как примета, это больше как этот. Ты, короче, не хочешь о политике говорить, да? Нет, о политике вот сейчас пойдём. Политика и деньги, они связаны, да? Полностью согласен, полностью согласен. Сейчас все стали аполитичными, все говорят про политику, сейчас это в тренде. Ты знаешь, это как Джуз сказал, бля пиздец, бля музыка. Вот сейчас, бля, пятилетний ребёнок там, Ероха, да, с села из Козала, да, из Козалинска, он тоже. Бля, пидорас! Типа, да, что-то в этом роде. Ну, мне кажется, либо политика дойдёт до тебя, либо ты дойдёшь до политики. Совершенно верно. В любом случае, то есть, это никто не может. Те, кто говорят, я не касаюсь политики, я бизнесмен, мне кажется, больше всего касается политики. Мне кажется, это наоборот странно, если ты не касаешься политики, не разбираешься, потому что если ты начнёшь понимание, типа, маркетинга, как это работает, какие факторы на тебя могут повалять и так далее, ты должен понимать, что ты должен шарить в экономике, что творится, политика, это всё вот так вот взаимосвязано и так далее. Но, теперь, что вы думаете вообще, что происходит? Первая моя мысль, когда сказали, когда Назарбаев сказал, типа, так-то так, там, я, короче, ухожу, внутри какая-то непонятная грусть, что ли. Типа, знаешь, что там? Типа, мы его обидели. Нет? Типа, я не знаю, это, знаешь, когда с бывшей поругался, короче, то есть, типа, ты её ненавидишь, типа, постоянно ругаешься, да, потому что она мозги тебе сделает. Ну, начинаешь скучать уже. Да, а она тебе, всё, мы расстаемся, и ты такой, ой, я же, этот же, как, то есть, наверное, что-то такое непонятное, немножко грустное. Ты знаешь, тут больше как вот, если ты кидаешь девушку, да, ты становишься нормально, а когда девушка тебе кидает, на эго-то давит, а тут такой случай. Ну, может быть. Нет, то же самое, когда ты увольняешь, больше стресса ты получаешь, да, когда ты уволиваешь сотрудника, чем он, потому что у тебя ответственность, тебе надо искать другого, ты ему ещё плохо сделал, но другого варианта нету. Короче, я вот честно не могу, какое чувство было, было странное чувство, потому что я, то есть, я нейтрален, короче, к политике, что делал этот человек и так далее, потому что я из нового поколения, да, и второе, второй шок, да, первый день был исторический, второй день истерический, да, в народе сейчас шутят, когда переименовали Астану, Астану в Нур-Султан, прям было обидно стало, не насчёт того, что типа, вот честно, название Нур-Султан меня прикалывает, по идее прикалывает, на слух оно типа, Нью-Йорк. Ещё прикольно через дефицит. Да, да. Типа Вашингтон, да, в честь первого президента. Больше как Нью-Йорк, типа Нур-Султан, типа знаешь. Ещё Султан, это офигенное слово. Да, нет, как название города, это прикольно. Астана тоже прикалывает, то есть у меня обидка не на это, а на то, что как будто… Бабки в ухо. Нет, нет, эти бабки и так, и так изворовывают. Как будто тебя не спросили. Да, то есть народ, то есть без ведома народа и так много денег пропадает. То есть никто сейчас вот… Я чисто пострадал из-за того, что 125 лямов, короче, куда-то потратили и так далее. То есть это тоже не основное. То есть реально мнение народа не спросили, да. Хотя вообще мы живём типа в демократии, мне кажется, типа можно спросить или нет? Мне кажется, демократии нигде нет. Нет, 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 имеется в виду вообще… Мне кажется, мы вообще не готовы к ней. Не готовы? Абсолютно. Что ещё меня встревожило, когда вот эта вся фигня случилась? Я такой думаю, вот я ровесник нашего государства и Казахстана. Что я должен предпринимать, да? Какая у меня должна быть позиция? И вроде только что вчера было грустно, как-то странно и так далее. Не то, чтобы даже грустно. На второй день уже полностью прям вот так вот вытираешь, видишь. И на третий день видишь, как там… Титушки, короче, знаешь, во время Майдана, короче, нанимали детей и так далее. И они, короче, мешали журналистам, короче. Ну там, конечно, в жёсткой форме. Но я видел в Астане, здесь, короче, возле рынка. Журналисты, короче, подходят, хотят взять у кого-то интервью, да. И здесь перед этим журналистом появляется сразу несколько там… Студентов. Десятки, да. Студентов. Типа… Нау раз! Нау раз! Нау раз! Херню! Они мешают. И журналисты говорят, типа, не мешайте нам делать. А они, знаешь, типа… Короче, проплаченные чуваки. И, может быть, не проплаченные, а вот, не знаю, какую-то идеологию, наверное, им вот там вот влилили. Не, ну просто сверху, да. То есть, была команда… Да. А полиция стоит так. То есть, их работу делают вот эти молодые студентики, у которых, мне кажется, на данный момент нет особо какого-то критического мышления. Это вот ключевая тема, наверное, сегодняшнего топика – критическое мышление. И они не могут анализировать вот эту вот информацию, когда им вот эту вот идеологию начинают это топить, что к чему и так далее там. Из-за того, что, ну типа, молодые… Вот. Знаешь, там такой момент был, когда я вот на все это смотрел со стороны, я понял, что я зритель в театре. Это вот постановку «Ви» не смотрел в «Гоголе». Ну там все, типа, монстры бегают, а нам с друг с другом дерутся и все остальное. Во-первых, а зато сама по себе очень такая сомнительная контора, да. У них очень сомнительной канители в плане того, что, ну блин, видно, там, по моему мнению, там актеры. Там вот эти видео, которые… Типа это подстава специальная? Нет. Почему народ сбунтовался? Потому что народ увидел вот эти видео, когда там журналистов или молодых людей, там полиция… Настоящий народ, он наблюдал. То есть, он не участвовал. Народ у нас такой, он зритель, он всегда зритель, он не участвует. Он всегда нейтрален. Наш народ тоже такой, да. А там, вот мы увидели «Ви», в каком плане? Там актеры, которые просят просить все кредиты, да. Ну блин, это уже ахинея, мне кажется, просить все кредиты. Блин, иначе кредиты все брали не просто так же, да, для своих же утех, да, так скажем. Да, многие, кто хотят дестабилизировать ситуацию в стране. Ну другие страны. Потому что из, ну изначально, вот когда там только люди появились, все страны воевали, всем нужна была чужая территория. И это не изменилось, это человеческая сущность. Там США хочет больше территорий, больше земель, где есть нефть, Россия, Китай, там соседние страны. Все хотят, чтобы другая страна провалилась. И мне кажется, это тоже политика. И людям заплатили. Сто процентов, да. А затох, это же госдеповский проект в США. Нет, мне кажется, они это не отрицают. Да, у них бюджет там чуть ли не 15 миллионов долларов. Затох США. А затох, радио. В смысле, со стороны США типа это спонсируется и так далее. Да. Сейчас, чтобы переход был плавный, да, чтобы зрители понимали, к чему я веду. То, что может быть такое. Сейчас нам не нравится то, что творит со стороны правительства и так далее. Прям очень в жесткой форме вот это все делают. На самом деле неприятно, да. Вот реально неприятно. Но насколько правильно будет, например, переть, говорить там, не знаю, митинговать прям. То есть я пока вижу, что митинги не приносят результатов. Я вообще написал пост. А это не митинг по мне. Типа это постанова специальная? Это жалкая постанова с двух сторон. Со стороны тех людей, которые хотят играть в игры, да, допустим. Да, с нашего государства там тоже определенные люди отправили вот этих студентов, да, бедных, которые, возможно, за оценки это делали. Даже не за деньги, даже за оценки. Да, за оценки, да. Я уверен, за оценки денег им никто не даст. Либо чтобы не очислили. Либо чтобы не очистили, да, это некий штрафбат, да, допустим. Вот. И те люди, которые вот снимают это, да, типа, и говорят, вот отойдите, отойдите, типа, это тоже. Но меня больше удивило то, что вот эти митингующие, они просили простить всем кредиты. Блин. Ну это да. Это странная херня. Это тупо. Если всем простить кредиты, эта экономика пошатнется. То есть откуда они взяли это? Это в какой-то соседей стране. Арабская страна, вот шейх Мухаммед, именно президент Аль Мактум, да, президент Дубая, вице-премьер-министр Арабских Эмиратов, он просил всем кредиты. Но в чем прикол? Ему американцы приехали и сказали, так нельзя делать. Ты, получается, ВВП будешь снижать себе же. Они же кредиты берут для бизнеса же. Они же знают, на что они идут, да. А у нас многие кредиты, они были взяты для айфона, Каспи Ред, да, чтобы в Вайкике купить там футболку за две тысячи тенге. Чисто потому, что наркомане какие-то. То есть народ не может, ну люди не могут посчитать, что им стоит там, это вот сейчас взять, там вот столько заплатить и сколько они должны вернуть в итоге. Они взяли вот столько, вернут вот столько. Но при этом деньги есть у всех. На самом деле деньги есть у всех. Вот мы в предыдущем подкасте насчет этого как раз говорили. Смотрите, что меня пугает в этом во всем. Вдруг, да, вот так вот, просто подумаем, представим, да. Вдруг, типа, какая-то фигня случится, да, со стороны правительства. Там, не знаю, что-то такое случится, что народ будет сильно, очень недоволен, да. То есть и так мы терпим вот это вот. Хватит. А тут, если еще фигня какая-то будет, вдруг все сбунтуется, да. И меня пугает то, что на самом деле наше поколение, оно пока еще не образовано со стороны политики. Конечно. Если вот так начать смотреть глобальнее, да, то есть от этих, этот, от Казахстана и посмотреть там со стороны Америки, России, насчет нашей геолокации, да, почему мы так стоим и почему мы так сильно дружим с Россией. Тогда приходит какое-то понимание, почему, например, так делается. Почему у нас нет демократии? Почему у нас нет демократии? Ну, потому что даже, мне кажется, 80% населения не знает, что такое демократия, а еще 10% путают ее с анархией, и только 10% знает, ну и то, мне кажется, меньше, что такое демократия. Анархия – это сериал, который? Нет, это форма правления, когда народ сам правит. Да, ну и мне кажется, вот тупо из-за этого, и народ не готов к этому. Согласен, то есть я думаю, если вот что-то случится, мы можем реально просрать страну, потому что, как ты сказал, дестабилизация может это пойти, потому что это на руку там, не знаю, американцам. Другим странам, которые захватывают другие страны. То есть мы живем в 21 веке… Какой-то политический этот… Нет, ну это же правда же. Вот Сирия была, сейчас ее нет, Ливия была, ее нет. Украина была. Украина была, вот рядом, вот это рядом страна. Кыргызстан, не знаю, что там творится, но… Но они три раза заплатили очень высокую цену, по моему мнению, за эту как раз таки демократию. В итоге в чем прикол? Демократии-то нет. В итоге у кого власть? Да. Ну, смотрите, скажем так, та ситуация, которая сейчас у нас идет, я вот на себе чувствую, что в Казахстане в принципе неплохо. Да, вот. Взрослое поколение очень недовольно тем, вот я до этого разговаривал с взрослыми чуваками лет 50-60, они живут в своем старом мире, да, и когда начинают сравнивать, ой, в наше время было это, в наше время было то и так далее. Ну, говорят, что-то в жопе, что-то это. По идее, мне кажется, пока все нормально. И прикинь, что-то начнется, и мы даже вот этого можем потерять. Нет, мы это увидим, когда все будет ненормально, у людей не будет денег, не будет возможности зарабатывать эти деньги, тогда народ выйдет, да. Ну, и пока есть деньги, пока есть в стране деньги, люди не будут бунтовать, никто не будет бунтовать. Зачем это нужно? Если будет очень страшно и очень хуёво, народ просто начнет там уезжать в Китай, в Россию, в беженцы. Казахстан превратится в очередную страну, где будут беженцы, да, народ станет беженцем, допустим. Вот какую позицию вы сами приняли, получается? Вы вот понимаете, да, что вот может быть дестабилизация, да, и она на руку другим чувакам, но насколько дружба вот с соседними странами, да, такая обязаловка, которая еще, да? Обязаловка. Она же где-то тоже на нашу демократию влияет? Да, конечно. Ну, это все взаимосвязано же. Одна страна, она подчиняется, играет по правилам другой страны, потому что она менее слабая, менее развита, денег меньше тупо. Ну, и поэтому мы должны это делать. Это знаешь, это как мир, это как казино, да, допустим. На херовое сравнение, ну ладно. Вот, допустим, есть рулетка, да, в нее катают русские и СНГшники, есть покер, да, там Америка, западные страны, есть там, допустим, косынка, да, там где-то, Сингапур, Китай, допустим. А мы та страна, где играют везде, со всеми. Мы, да, со всеми играем. И с Китаем, и со всеми миром. Мы флиртуем. Мы не мутим, не встречаемся, но мы флиртуем. И мы как та самая шикарная сука, да, в рекламе Шанель, которая просто элегантно уходит победительницей, допустим. Но, если честно, по факту у меня одна, да, вот, вот, я недавно увидел там аналитические исследования, где говорилось за, вот, мы сколько существуем, 27 лет, по-моему, или 26, или 28. За это время наша экономика выросла 26 раз. Ой, точнее, выросла с 1993 года по 2019 экономика выросла с 23 миллиардов долларов до, там, 200 миллиардов долларов. За это время цена на нефть выросла в 6 раз, а добыча выросла в 3 раза. Ой, точнее, наоборот, цена выросла в 6 раз, добыча Я запутался, что суть? Суть в том, что мы поднялись только на нефти. У нас нет ни одного большого производства уникальных технологий, стартапов, единорогов, IT. То есть, у нас ничего, даже в сельском хозяйстве мы не преуспели. Хотя у нас не могли бы. Мне кажется, это не государство виноват, а люди, мы еще не доросли до того, чтобы делать крутые вещи, крутые продукты. И почему мы жалуемся, что мы там, ну, вот, деньги же пришли же, но деньги как пришли? Почему там страны к нам заходят? Потому что Назарбаев сказал, у нас есть нефть, налетайте инвестиции. Мы открыли добычу. И деньги пошли в нашу страну, когда другие инвесторы начали инвестировать в нефть. Потом распространилось. Ну, тупо эти деньги пошли в народ, в строительство, в недвижимость. Кипиш начался, страна начала развиваться, потому что… А ты знаешь, деньги тратились в кипиш, и поэтому мы имеем то, что имеем. И кто-то, конечно, заработал больше, чем другие, потому что это всегда так, побеждает сильнейший, быстрейший, умнейший. И поэтому кто-то живет лучше, чем другие. Но говорить то, что в стране нет денег, это ошибка фатальная. То есть, в стране есть деньги, их можно заработать. Конечно, работа… Ну, то же самое про работу, да, я там писал пост. Работы нету, либо работы много. Мне кажется, работы для кого-то нету, потому что тупо они не доходят. Вот это как игра же. Не хватает скиллов, понимания… Да, не хватает опыта, скиллов, языка, дисциплины, внешнего вида, образования, многих вещей. Критического мышления, функциональной грамотности, эмоционального интеллекта. Многих вещей не хватает, из-за которых их не принимают на эту работу. Поэтому и работы нет для них. То есть, они еще не дошли до этого уровня. Но есть другой уровень, где много работы. Это дворник, техничка, повар, водитель, слесарь. Они не хотят там, да? Сантехник. Но это не пока низкий уровень. То есть, казахи же такие, не хотим туда опускаться. Потому что нам снать едет. Хотя сантехник, он зарабатывает там… В других странах. Нет, понятно, что не все так сладко и хорошо, и со стороны государства есть косяки. Но это же не игра в одни ворота. А те, кто… Побеждают те, кто не играют в одни ворота. Смотри, сейчас очень много из нашего поколения чуваков, которые не могут понять тоже, а обеспокоены этим всем, да? И не могут, типа, что надо сейчас сказать? Потому что народ на данный момент, да, требует от блогеров, от лидеров мнений и так далее. Типа, сделайте что-нибудь, сделайте что-нибудь. А, блин, что делать, непонятно. Потому что реально знаний не хватает где-то, да? Это вот… Понимание всей политики, внешней политики и так далее. Типа, брат, что нах… Вот реально. Когда мне начали писать, моим блогерам начали писать, да? То, что вот вы молчите, вот вы продались, суки, твари и т.д. и т.п. И другие мини непонятные, так скажем, фуд-блогеры, Обитатели. Да. Диванные обитатели, диванные блогеры начали нападать тоже на своих коллег по церкву, да? Вот, типа, все молчат, потому что у них же есть контракты с акиматами, типа, да? Вот я тот человек, который вот эти контракты добывает, так скажем, да, как шортер, я скажу вот честно, нету никаких контрактов. Вот нахуй нету. Потому что государство делать некую, как минимум, платить нам, когда они элементарно не могут оплатить там другие им учреждения. Гули-то. Государство там, ну, не знаю, звезды зовут на мероприятия, мне кажется, они им тоже не платят. Они не всем платят, кстати, не всем платят. Ага. Вот, почему? Потому что там тоже есть некий бартер. Ты тут выступи, и там тебе по Казахстану покажут. Просто, мне кажется, это все же причинно-следственная связь, если блогер говорит, все хреново, выходим на Майдан, типа того. Это же дестабилизировать ситуацию в стране, которой могут воспользоваться другие. И вообще любая революция, это плохо. Вот, покажите пример стран, где была революция за последние сто лет, где стало очень хорошо. В Армении нет, в Грузии нет, экономика не улучшилась, люди не начали жить лучше. Свободы, возможно, больше стало. Грузия, Украина, что? Ну, в Украине все. В Украине даже в Киев. Я вот, честно, не знаю, что там. Маркетинговый эпицентр. Ну, там сериалы охрененно снимают в Украине. Нет, ну да, потому что дешевая сила, по сути. Все крутые маркетологи были из Киева, украинцев. Все стали маркетологами, видеомейкерами, дизайнерами. Их места, они раньше работали там в Москве, на Москву или что-то в этом роде. Их места заняли сейчас казахи из Алматы, из Астаны. Вот. И даже я это чувствую каким боком. Я сейчас, ну, каждую среду как минимум общаюсь по скайп-колу с кем-то из Москвы. Там Лейс Москва, да, допустим, определенные корпорации. И я им объясняю наш менталитет. Типа, где реклама у нас зайдет, где не зайдет, да. А раньше это делали украинцы. И мы их места заняли, да, допустим. Сейчас у них, ну, денежного потока нет. И есть первый момент, то, что, когда вот начали нам говорить, вот что вы молчите и все остальное. Я хотел так, даже вот Маге писал. Мага, я так хочу сказать и мать. Он говорит, да, ты сейчас на эмоциях тупанешь. Все нацембить, короче. Да, и не все поймут, да, опять же. Как будто ты топишь за государство. Да, а я-то нихуя не топлю за государство. Мне делать-то нечего за государство топить. Но я выложил в сторис отрывок из фильма «Духлес». Ребята, а зачем вы это делаете? Для себя, для того, чтобы попиариться. А Мига, ты что, прикалываешься, да? Ты что, не видишь, что происходит вокруг страны и в мире? Что все превращается в тоталитарное вообще государство? А вам-то что этот режим сделал? Нам лично или вообще… Авдей, если ты хочешь быть настоящим революционером, если ты хочешь, чтобы у тебя была тысяча последователей и твоя малосимпатичная физиономия была на каждой футболке, тебе нужно перестать заниматься детским садом, выйти на баррикады, крушить витрины, жечь автомобили и чтоб тебя каждый день дубинками бели. Революцию нужны мученики, а не придурки. А то, что сейчас делают вот эти блогеры и народ, которые нападают, вот все купленные, вот эта вся хуйня, это вот придурки. Почему? Потому что если ты хочешь революцию, будь мучником. Выйди, бля, сожги себя. Вот, извините, но сожги себя. И потом люди потянутся. Да. А хуй это будет. Потому что будет хайп. Хотя были прецеденты у нас в Казахстане, но в чем прикол, когда человек сам себя сжег, там реально уже люди начали интересоваться, и государство тут уже помогало. Это же может пройти, ну типа случиться, если там какую-то уже грань, да, уже перейдут в плане наглижа. Если там, допустим, вот реально твою семью взяли и посадили, как в Иране, да, допустим, ни за что просто, или в Туркменистане за то, что ты обналичил там 500 баксов за один день. И за это там людей сажают. А серьезно? Ну там, я слышал, опять же, фактов нет, да. И опять же, некоторые говорили, вот мы становимся как Северная Корея, как Туркменистан, или там Иран, да. Блядь, никто и там не был. Вот никто там не был. И в чем прикол, везде, сука, хорошо, где нас нет. Вот везде хорошо. Да блин, в любой стране, вот мы были там, в Дубае и так далее, в Саудской Аравии, где люди живут, в принципе, очень богато, всегда есть хейтеры, потому что всегда есть. Это издревле так было, человеческая сущность, природа такая. Это мы все двигаемся на инстинктах. Ну как лучше сейчас двигаться? То есть, переждать спокойно, смириться там. То есть, революции и так далее, это точно не вариант. Это понятно. Но вот конкретно чувак, который смотрит, да, что он должен извлечь из вышесказанного? То есть, первое, мне кажется, это работа над критическим мышлением, да, потому что информация идет со стороны правительства, да, потом идет со стороны хейтеров, ну в смысле типа из народа, да, а также идет со стороны соседних государств, да, которые тоже хотят где-то дестабилизировать страну, потому что дестабилизировать это типа... Ухудшить положение, чтобы были восстания, митинги, потом санкции, а потом люди придут с НАТО и скажут, давай нам нефть. Американская военная база у нас. Вы вообще знаете причину дестабилизации, типа они делают, потом стране все выкупают. Выкупают. Активы падают, казумный газ, люди приходят, давай мы вас там выкупим, либо наложат санкции и скажут, что вы должны продать там другим странам, компаниям, чтобы они лучше управляли, потому что у вас забастовки, там вышли наши, ну там грубо говоря там представители, те, кто работают на нефтянке, ну не знаю, много что можно сделать из пиара, маркетинга, пропаганды. Самые крутые маркетологи работают в госсекторе. Ну да. И от этого дальше отрабатывают маркетологи обычные, там корпорации и все остальное. Почему? Потому что темп и тренд задают маркетологи государства как раз таки. За счет них дальше по цепочке идет работа, вот после них, да, уже обычные маркетологи. Конечно, всю жизнь существовала пропаганда, сколько существует государства. И маркетологи там нужнее всего. Короче, когда я начал исследовать вот эту всю фигню, то есть я понял, что конкретно, чтобы вот чувакам, которые смотрят и не могут понять, как они должны себя вести и так далее, в первую очередь развивать критическое мышление, чтобы среди этой информации не потеряться и не потерять себя. Да, 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 то есть чтобы понимать, что лучше для него конкретно. Также есть такая проблема, я красиво ее озвучил. Ну вообще, касательно, что делать, мне кажется, самый лучший вариант, если ты не влияешь на ситуацию, ну не думай о ней. Если ты не влияешь, как ты повлияешь, ты один? Есть же у гориллы, которые типа, бля, сейчас я поменяю. Потому что им, вот если, грубо говоря, если ты не вкладываешь в себя, ну если ты не будешь извне, вот внутрь впускать энергию, ты ее растратишь во внешнюю среду. То есть лучше всего быть полезным себе. Мы все еще важны, да, вот тупо человеческая сущность, мы все эгоисты. И лучше всего мы справляемся тем, что приносит пользу нам. А если мы идем вовне, то никакой пользы не будет от этого. Это знаешь, как человек может изменить всю страну, когда он не может изменить свою собственную жизнь, свой собственный день. В основном требуется от остальных вот этого. Да, а ты сам возьми и сделаешь. И вообще это же идеология СССР, когда вот все люди ждут, что им что-то дадут. Дайте мне работу, где моя работа, где мои бабки. То есть это идеология СССР, когда все давали тебе. Но сейчас все изменилось, мы в другой экономике, другая страна. Вот как минимум, если ты не понимаешь простые экономические вещи, как ты поймешь демократию? Куда тебе до демократии? Ну как бы там прикол такой был, типа, если ты здесь никому не нужен, кому ты будешь там нужен, чувак? Короче, у нас сейчас это, да, режим, короче. В принципе, да, но тут видишь, что такое есть. Не совсем почему? Нет, в стране на данный момент просто даже. Да, но не надо. Ход с хана, это типа, быть там, условно там, нурботом тоже не надо. Это тоже плохо. Это тоже идеология. Нельзя облизывать задницу. Да, это тоже ужасно. И нас не купили, там, мы вообще не связаны никак с госсектором и так далее. Вот, но нурботом тоже быть не надо. Это знаешь, это вот не выебывайся, просто работай, да, делай свое. Не работай, делай свое. Работай от слова раб, да, допустим. Тут как, есть один слышок, то, что настоящий курс тенге к доллару сейчас два раза меньше. То есть, это 150-180 тенге за доллар. В смысле, на самом деле? На самом деле. Почему? Потому что государство, так скажем, эффективно поднимает курс. Для чего? Для чего? Смотри, вот допустим, да, вот у всех казахов опять же есть деньги. Осна Банк это доказал, потому что все начали на карточки доложить деньги. Это типа удобно же оплачивать с карточки. Потом Каспий, да. У Каспий сейчас вообще, наверное, результат еще лучше. Потому что деньги реально идут же. Это, прикинь, у тебя вот ты хорошо зарабатываешь, да, и у тебя в долларах, получается, деньги удвоились, да. Курс настоящий у тебя. Что ты сделаешь в первую очередь, скажи? В первую очередь, что ты сделаешь? Ну, начнут тратиться, наверное, еще больше. Нет, это априори. Но куда ты потратишь? На путешествия примерно. А, типа на внешнюю экономику? Да. Ну, допустим, казахи полетели в Дубай, купили хату. Деньги пойдут не в нашу экономику, а в чужую. Почему курс фиктивно очень начали поднимать? Последний момент, это знаешь, это черная пятница казахов. Черная пятница, которую устроили казахи в Белоруссии и в Казахстане. В Белоруссии и в России, когда начали машины выкупать. Почему? Потому что тогда все бизнесмены Казахстана, которые продавали автомашины, они все реально прогорели. Потому что деньги ушли из государства. ВВП снизилось. И, ну, естественно, государство, что оно сделает? Оно фиктивно будет поднимать курс. Иначе почему? Любой казах, он получит 100 тысяч долларов или миллион долларов. Он скажет, да нахуй мне это надо. Я сибусь там в Испанию. Забыли, что он потрет, да? Да. Он сибется туда. Мы кочевники, братан. Да. Вот еще, да, важно всегда понимать человеческую сущность. Казахи – это кочевники. У нас в ДНК заложено ехать, путешествовать где-то там. Мы тревел-блогеры. Да, тревел-блогеры – это на самом деле коза, да? Землю взять где-то там, где-то обжиться, чтобы все хорошо было. Вот. Допустим, мне нахуй не нужна усадьба в Минске, да? Но я ее хочу купить. Я ее купил. Да. И в чем прикол? Даже шутки же есть, реально. У белорусов они говорят, полминска – это уже казахи. В чем прикол? Говорили про Батуми, то, что много казахов выкупили квартиры и дома возле моря. И когда-то я там был, я это реально увидел. Много казахов было, которые там реально живут уже, гражданство ждут, да, и все остальное. И это нормально, то, что курс подняли. Но это говорит о чем? Значит, у нас нету национального продукта. В Америке с начала XX века покупай свое американское. Шевроле, Кадиллак, Доджи, все. Покупай свое американское. У нас еще этого нет. А почему мы это все понимаем, но почему нет? Почему какой-то инициативы нет? Инициативы нет, реально. Со стороны кого? Народа или государства? Нет, мне кажется, народ сам этого не делает. Но и мало трендсекторов, которые ведут. Вот шокановцы, да, допустим. Им респект чисто за то, что они это начали покупать свое отечественное. Импортозамечения. Я реально хочу покупать у них костюмы и все остальное. Единственное, они чуть-чуть по поводу PDD и Jay-Z, они немножко нагрубили, мне кажется. Потому что народ поверил. Почему сейчас в то время, я напишу, допустим, я встречался с Сукербергом, да, возможно, народ поверит. Почему? Потому что, ну, подумают, что я в этой сфере, да, и подумают. Ну да. Фотошоп можно идеально сейчас сделать, в принципе. Вот. А вообще в США тоже нет демократии. Почему? Потому что на Facebook, Google, Apple сильно влияет страна, государство. Они им подчиняются конкретно. Простая статистика. В шестнадцатом году, по-моему, или в пятнадцатом, Брин и Пейдж, основатели Google, ходили там в Белый дом, по-моему, шесть-семь раз. И Google, акции Google подешевели. В семнадцатом году они ходили в Белый дом, там, шестьдесят с чем-то раз. И Google выросла во много раз. Акции выросли. Ну, случайность? Нет, конечно. Ну, то есть… Есть взаимосвязь, да? Конечно. Зачем делать Apple Pay? Почему, вообще, еще про Россию. Почему Россия блокирует интернет? Потому что это реально утечка данных же. Если мы весь мир подсадить на Apple Pay, потом США будет захотеть в любую страну и говорит, типа, дай нам нефть. Если не дашь, мы сейчас у всех… Да, у… Сколько денег у тебя? Вот столько миллиардов, долларов. Сейчас мы сделаем так, чтобы у всех было ноль. Да. А он скажет, типа, мои деньги забирай, похуй. А он скажет, смотри, тут еще есть 9 миллионов пользователей из Казахстана. И на очень крупную сумму. Короче, я возьму и отключу им деньги. И что будет, типа? А он говорит, тогда давай подумаем. А это реальность. И то же самое, там, все эти фишки про, типа, сохранность данных, безопасность, типа, «Телеграм не прочтешь, фигня». Есть очень умная фраза. «Программисты и СИЗО несовместимы». Да, очень несовместимы. «Программисты и СИЗО несовместимы». Программист никогда не будет сидеть в СИЗО. Да. А то есть государству не проблема найти программиста, там, «Телеграма» и засунуть его в СИЗО. Особенно в России. Поэтому, мне кажется, «Телеграм» сотрудничает по-любому с правительством. Ну, да. Была такая мысль, типа, что специально, короче, что-то распространено. У меня что-то мы слишком много правды, да, кажется, говорим? Почему? Не опасно. Ну, мандарин. Ну, ты видишь, это та правда, которой народ подумает, что это фантастика, мне кажется. Может быть, да. Я примерно всегда чувствую уровень этого. Пока все допустим. Вайп хороший, да. Ну, по сути, допустим, когда тенге только появилось, курс к доллару, 4 тенге было, 1 доллар – 4 тенге. Тогда и первый народ взебался, у кого были деньги. Да. Представь. Типа, сука, настало наше время. Все, настало время, да, вот. Ну, короче, что это говорится, то есть то, что нужно понимать, движники правительства, то, что они мутят и так далее. Блин, государство – они идиоты. Вот точно. Да, это знаешь, они, да, они за это получают, но это, есть же такое выражение, блин, я врал тебе во благо. Это то же самое. И такое, фотка министра Абаева. Возможно. Хотя я этого мужика тоже уважаю. Почему? Потому что, блин, да, его все стебут, да, говорят то, что вот, бля, что он несет, типа, что-то в этом роде, но, блин, я адекватно понимаю, потому что он говорит то, что ему надо, да, ну, точнее, то, что ему нужно, а не то, что ему надо, да. Он не может говорить свои мысли, но при этом он, ну, пытается как-то плавно уйти от ответа. Знаете, о чем я подумал? Надеюсь, это видение не наберет миллион просмотров. Почему? Типа, может дойти до них и так далее? Нет, нет, вообще, вот тогда мы повлияем на большую массу, мне кажется. Надеюсь, не наберет. Почему? Почему ты не хочешь повлиять? Я немножко забоялся, вот я сказал, блядь, если ты прям революционер, сожги себя, да. Мне кажется, вот, блядь, дойдутся такие. Да, в этом плане… Да, я себя сожгу, да. Ну, тут такой момент. Не надо. Нацпродукта нет, национального продукта, вот реально, патриотического, а мало кто его создает. Вообще, мне кажется, есть две стратегии, как поменять страну. Первая – это сверху вниз, то есть, когда правительство меняет. Ну, это трудный путь, невозможный, это надо искоренить коррупцию, бюрократию, хреново, тучи вещей. Это очень трудно и много лет занимает, десятки лет. А второй путь – это сверху вниз. Это когда народ сам меняется, кто-то меняет народ. Сверху вниз. Ой, снизу-вверх. Снизу-вверх, да. Снизу-вверх – это когда сам народ меняется, когда люди становятся умнее, когда выходит крутой казахскоязычный контент, крутой YouTube-канал на казахском языке, потому что что у нас в трендах YouTube? Халаулым, там, что случилось с Берку там, Торигали, Торигали, ну, и так далее. Это попсовые, это фастфуд, но никто не кушает хорошую еду. Или КВН, да, на казахском языке, хотя, ну, не все его смотрят. Это хорошо или плохо, что? Непонятно, кстати. Да, нам нужен свой хороший канал. Он хороший генератор, фильтр для творческих людей, по идее. Не только фильтр, он отражение менталитета. Тренд YouTube в Казахстане – это отражение того, что творится в Казахстане. Это трэш, в принципе. Вот просто трэш. Да. Ну, я не хочу туда заходить. Вот, нам нужен свой казахский трансформатор, нам нужен свой, там, не знаю, Дайв Давыдович на казахском языке, нам нужен БМ. Нам много чего нужно, вот, даже российского, да, вот, взять тот же российский YouTube. Вот, то же самое, если делать на казахском языке, вот, конкретно, казахша, диби, жахсы тельде, тогда люди будут меняться. Ну, у нас нет такого контента. Нам нужны курсы, нам нужно поменять образование, потому что классическое образование поменять нереально. Нужно делать неформальное образование, тренинги, крутые курсы, качественные, то есть всю эту движуху нужно создавать. И тогда люди будут меняться. То есть, не нужны, да, такие люди, как вот, есть же тот человек, который вот хлыстом бил, типа, проститутку, типа, а в итоге это оказалась его жена. Ради хайпа, как его зовут? Рэпер. Рэпер. Жан Ахмадеев. Почему? Ну, вот, он топит за казахский язык, типа, вот, казахша, диби, с улицу, грек. Ну, бля, Сан-Фриджа, хуйню же. Нет, возможно, он красавчик, и у него хорошие мысли. Ну, возможно, но опять же… Но в действиях он не соответствует своей какой-то идеологии, которую доносит, да? Конгруэнтность. Да. Единственный человек, по моему мнению, который доносит свою идеологию вот реально конкретно, и продает ее круто, и упаковал ее, как Тесла, это вот Марвулан Сесибаев. Марвулан Сесибаев. Он реально… Он красавчик. Он в цене растет с каждым днем, в плане того, что, элементарно, как он себя ведет, как он себя рассуждает, виды его бизнеса, да все его прошлые бизнесы, так бывшие бизнесы. Ну просто это единственный, это единственный человек в стране, который на таком уровне делится контентом в виде open source. Да. Единственный, кто заработал 6 ярдов баксов и открыто говорит. Единственный. Это казахстанский черняк, в принципе, да? Ну и тот черняк, он всего там 300-500 миллионов долларов. Да. Он заработал 6 ярдов. Прикинь, что такое 6 ярдов. И поэтому у него уникальные мысли. То есть, когда ты заработал 6 ярдов, ты явно что-то понимаешь, что другие не понимают. Ну да. Это знаешь, это как хакнул матрицу. Да. Хакнул жизнь. И дальше кто? И он тоже пытается менять, делать контент. Вот такие люди нужны. Вот я, когда буду в Алма-Ате, хотел бы вот как раз его и Досмос Атпаева. А можно прям вот, чтобы люди в комментах их отмечали? Да, было бы круто. Знаешь, вот по поводу Досмоса Атпаева, да, возможно, крутой политолог, да. Просто ради пользы. Но, блин, его работа… Мне просто интересно, что он скажет, как он скажет? Как я знаю, он консультирует международные корпорации, типа, вот здесь юг Казахстана, здесь такая форма в правлении, что вам не выгодно там делать бизнес, да? И я не думаю, что он может что-то лучшее сказать для самой страны. Он может сказать для внешней аудитории, но не для внутренней аудитории. А для внутрика – это вот реально крутой продукт, национальный продукт, который должны хавать сами же жители Казахстана, гражданины Казахстана. Это вот Марглан Симбаев. Пока, кроме него… Адекватные позиции, критические мыслящие человек. Адекватные. Супер критические. У него нету там, допустим, каких-то вот загонов, да, нету скандалов, да, каких-то непонятных. Он не прет в тупую, короче. Конечно. Да. Он хорошо на русском и на казахском, да? Вот. В принципе, это как иммангалитас Магамбетов, это только бизнесмен своего рода, да, может быть. Потому что сейчас перед каждым казахом, перед каждым казахско-говорящим казахом стала задача обязательно говорить и на казахском, и на русском. Обязательно. И просто из этого нужно делать позитивный тренд. Потому что как? Все, кто там являются трендсетом, ну, многие, да, на казахском языке, они говорят… Это чуждо. Ну, это же меняет же вот в корне, да, ситуацию в стране. То есть, тогда ты не будешь потреблять контент, не устроишься на работу, будешь постоянно недоволен жизнью. Ну, это начало регресса, можно сказать. Это же сильно влияет. Это нужные вещи обязательно. Мы растем, то есть, росли, знаешь, больше американскими фильмами, американскими клипами. То есть, мы хотим больше того, а внутри, в семье… Да, у нас консерватив… То есть, внутри мы консервативные. Конечно. Потому что нас учили так. Да, потому что гены, как минимум, это те вещи, с которыми невозможно бороться. То есть, есть, там, ну, словно, три вещи, которые влияют на здоровье человека. Первое – это сон. Второе – это питание. Третье – самый важный 80% фактор – это гены. Если гены невозможно поменять, то есть, ты не откажешь… Гена – чемпион, никак не можешь поменять. Гена – машина. Ладно, все, на этой ебанутой шутке закончим. Гена – это тоже госпроект или что? Нет, это… То есть, американец… Да, это одно из условий, мне кажется, Америки перед, там, чтобы у нас в стране развивалась демократия и так далее. Типа, вот, нам нужен вот наш проект, чтобы он был на казацком языке, радио, на казацком языке… Типа, одинаковая упаковка… Да, вне ведомости, я забыл название, вот, тоже популярно. Ну, в общем, это ребят, которые берут хорошие бабки. Даже, вот, хер с ним расскажем, на ютубе есть аудиозапись, видеоформата Рахат Алиева и Мухтара Блязова. Звонок есть, я не знаю, вы можете вставить это или нет. Это не сейчас этот мем. Вот это поворот. Да, 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 да. Типа, здесь градус этого растет. Наоборот, мне кажется, знаешь, надо о них уже говорить свободно. Почему? Потому что, если мы будем бояться произнести их слова, это будет как Волан-де-Мор. Да его нельзя произносить, ты как это произносишь, допустим? То есть, это должно стоить? Да. Это должно быть все, это было, прошло, да. У них есть разговор такой. Типа, звонок Аблязова к Алиеву. Типа, алло. Алло, да. Че, как ты? Ну, заебись. Ну, я вот, в полку прибыл. А это тот звонок, после которого он уже все, улетел в Казахстан, его объявили в розыск международный. И он говорит, все, в полку прибыл, я съебался. И тот говорит, типа, че, как делать, подскажешь, че, как. Он говорит, ну, будешь работать с госдепом, американцами. Я могу, если что, тебе контактами поделиться. Ну, и Еврокомиссия, Европарламент, они будут тебя кормить, в плане информации, вот это сделал, вот это то. Вот. И, в принципе... Чтобы нанести урон, дестабилизировать, типа, этого. Да. И, в принципе, ну... Еще есть большой слух, что он, там, сделал какой-то переворот в Кыргызстане. Ну, он сам открыто говорит, что Адвязов сам говорит, я спонсировал первую революцию в Кыргызстане, да. За 250 тысяч долларов я, там, сделал... Да, серьезно, он сам говорит? Да, он сам говорил... У меня есть успешный кейс, да. Кейс, да. Да. И, в принципе, ну, у него не получилось, опять же, своей стороне, да, опять же... И, надеюсь, не получилось. Ну, в общем, такой разговор был. То, что они такое обсуждали, да. Опять же, я к этим людям никакого отношения не имею. Я буду до того открещаться от этих людей, да. Но факт есть, был разговор такой, да. А даже есть... Насколько это они или не они? Да, опять же, все можно... Все может быть. Да, все может быть. Но факт есть факт. И, в принципе, это логично. Да. Причина, следственная связь. Да. Знаешь, тут самое хуевое в нашей стране вообще во всем мире? Вот есть запись, да. И все. Наверное, какой-то человек эту запись еле как выкрал, да. Там прошел через какую-то там... Огонь и воду. Огонь и воду, да. Там 40 охранников в стиле «Матрица» хотели его убить, наверное. Да, но он убежал, как Сноуден, да. И вот, типа, вот я загружаю правду, да. Прикинь его, да. Вот этот человек. Он загружает через флешку правду. Там разговор так-то, так-то. Да, да. Правда, да, допустим. Загрузил на YouTube. Первый комментарий. Хуйня это... Короче. Типа, пидарас, ты сам за политиком. Да, да, да. И первая реакция этого человека. А он, вот, допустим, а он загрузил этот ролик, да, и думает, все, похуй, я сейчас умру под пулями, зато я правду загрузил, да. А тут первый комментарий уже говорит, типа, блин, а нахуя это делать? Это ж не они. Да. И типа, получается, знаешь как, а смысл тогда правды, если народ сам не верит в эту правду. Страшно где-то просто поверить, знаешь. Тонкая мысль. Мы же много где нечистны с самим собой. Вот, теперь мы приходим... Нету чистых людей. Да. Приходим к этому. Допустим, вот, за последнюю неделю очень много, ну, половина блогеров, очень много людей просто, которые ведут личный блог, да, там 300 подписчиков, там личный блог написан. Они пишут, типа, а, выставляют ролик Дарьги, ну, султановны, где она говорит, вот, надо вот к этим уродам, да, и там пишут, как она могла, как она может говорить про этих людей, сирот, уродами, так-то, так-то. Но, блин, но все забыли один момент. Этот ролик еще хайпанул в 2008-2009 году. Да, да, да. Это было давно и неправда, да, грубо говоря. То есть, было давно, но сейчас неправда, почему? Потому что сейчас она не такая. Почему я так говорю? Потому что я вот сейчас вот, говорят, да, вот, после суда... В смысле, сейчас она не такая? Ну, в плане, сейчас она так не говорит же. То, что уроды, не уроды. Нет, еще там, мне кажется, она не имела в виду про детей, а про тех, кто... Ну, видишь, возможно, есть какой-то закон. Когда я посмотрел, у меня такое было понимание, типа, она просто словесно ошиблась. Словесно ошиблась. И люди сразу... Да, да, да. Она имела не про детей, а про тех, кто не предохраняется, не имеет сексуальную грамоту. Вот. Ну, опять же, видишь, это та информация, которую может трактовать каждый человек, каждой национальности, там, из каждого, там, рода, да, так скажем. Это... К чему я? Вот, допустим, вчера вот после... Я немножечко хайпанул после суда за хайп. Там люди пишут, адекватный прокурор, красавчик, все дела, да. Вот. И теперь смотри. И потом через два-три дня выйдет ролик, допустим, да, где я в 2015 году страдал игроманией. Я три месяца страдал игроманией. Да, я ставками увлекался, да. И это увлечение, оно получилось, дальше прошло, пошло, поехало. И об этом некоторые знают, некоторые не знают. То есть, что я хочу сказать. Блядь, у каждого есть нихуёвый скелет в шкафу. Я молчу про пацанов, которые там, допустим, кидали девушек, опять же, беременными, да. Там много же таких моментов. Ну да, да. Каждый каким-то боком и сам урод, в принципе. И нельзя судить человека по каким-то его действиям, надо судить по всей жизни. После этого сказано, реально как будто вы чисто за государство и так далее. Думаешь? Ну, типа, я просто примерно понимаю уже, когда люди начнут смотреть, что это такая мысль. Нет, блин, я вообще позиции придерживаюсь. Ну, у меня там, может быть, от религии и так далее. Но нельзя выходить против правителей. То есть, нельзя выходить и бастовать, говорить, надо всё рушить, крушить. То есть, такая позиция уже провальная. Проигрышная, да? Да. Задумайтесь о слове революция. Контекст какой? Откат колеса назад переводится. С латинского. Откат колеса назад. Эволюция. Это другое. Но эволюция, как она происходит? Она происходит, когда все изменятся, когда люди созреют, будут грамотными, образованными, понимать, что такое кредит, как зарабатывать, как строится экономика. Это примерно дети наших детей, скорее всего. Нет. В зависимости от контента какой у нас будет. Видишь? От многих факторов. Вот сейчас люди уже начали реально задумываться. Да? То есть, в чём прикол? Уже... Кстати, да. После этой ситуации... Уже матрица начинает себя показывать. Ержан просыпается. Да. Ержан просыпается. В каком плане народ реально начинает понимать то, что бля, тут пиздец, сейчас пиздец творится. И они начинают... Вот тут разрабатывает базовая человеческая сущность. Эгоизм. Они начинают бояться. Блин, мы-то жили все нормально. Казы. 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 А представьте, не было бы новости о переименовании Астаны в Нур-Султан. Бля, первую неделю до сих пор не боятся. Бля, а что дальше будет? И в чём прикол? А эта новость очень хорошая была для того, чтобы выпустить пар. Мне кажется, вот чисто... Они же что-то... Да. Моё личное мнение, я вот как бы ставлю ставку, да, сейчас я поставлю ставку, то что... Ты же завязал. Обратно... Нет, уже в таком, в другом формате, да. То, что обратно вернут Астану. Кстати, была такая мысль, типа... Вот это поворот. Почему вернут? Потому что это опять же был манёвр, да, вот манёвр, крутой манёвр ради избавления страха. Это опять же, вот, возможно, наша страна, опять же, есть теория, да, то, что она специально подняла курс, чтобы деньги не утекали из страны, да. Это вот первый момент был. Второй момент. Давайте переименуемся, немножко будем сами долбоёбами. Пусть будут говорить, что мы долбоёбы, но пусть человек не боится. И, надеюсь, не будет у нас миллиона просмотров. Ну, знаешь, вот первая секунда после того, что подтвердилось, то, что он уходит, почему подтвердилось, я объясню позже. Первое дело, что я сделал. Я зашёл в миг. Обмен курс. Ага. Я, сука, за это пережил. Я тоже. Я вот переживал, бля, всё, пи***ц будет. Мы с ним сразу общались. Индекс, вот это всё сейчас полетит к черту. А что ты примерно ожидал? Сколько? Что деньги из страны уйдут. Во-первых, да, то, что все миллиардеры, они реально возьмут и скажут. Я же вот, ты играл. Ребята, с вами было весело. Варкрафт играл? Варкрафт. Там же можно, вот, эльфы могут взять, короче, свой дом, вот так поднять в другое место. Вот я вот это думал. То, что сейчас казахи, у которых есть деньги, бис, они так подумают. Ну, на хуй надо, го в Дубай, да, или в Грузию, да. Хотя и там не сказать, что жизнь лучше на самом деле. Вот. И резкая экономика пострадает. И кому ты там нужен. Да. А это всем выгодно, чтоб Казахстана не было по факту. Вот республики Казахстан не было. Ещё тоже сейчас будет вот это поворот. Что там? Ну, такое экономический. Я был на месторождении нефтяном. Близи Казарды. Да. Очень интересный факт. Что там? Казахстан не занималась обнаружением нефтяных месторождений с 1997 года. По факту, мне кажется, в нашей стране очень много нефти. Ещё до хрена есть неоследованного. Да. У нас дохуища нефти просто. Очень много нефти, говорят. Да. И то есть, сами нефтяники так говорят. Я не буду говорить, какая компания месторождения. Вот. И типа мы специально не обнаруживаем, чтобы не пришли новые чуваки, инвесторы. И по сути государство всё делает правильно. Они оттягивают этот момент, чтобы наши контракты закончились с другими странами, инвесторами. И потом мы сами начали генерировать нефть. Это, знаешь, это вот, допустим, арабы, они начали сразу показывать и раздавать деньги своему народу, да, допустим. Почему? Потому что у них есть… У них меньше нефти. У них меньше нефти, во-первых. Во-вторых, у них сильная коалиция арабских стран. Они реально все вместе могут сказать, короче, салам аликум, Америка. Они могут так сказать. А вы представьте, 16 миллионов человек в Казахстане, и реально каждый может стать богатым. Во-первых, так нельзя. А кто будет сантехником, дворником? Ладно, для этого нужны беженцы из Таиланда, Филиппин. Какая-то касса, короче. Да. Но их ещё нету. Окей, их нету. Деньги есть. Что будет, когда у всех деньги будут? А нахуй нам здесь жить в Хрущёвке, да? И тут гены просыпаются, кочевники. Да. Сибались. Вот. Они сибутся, да? Опять же, ради этого всем деньги не раздавали. Да. Много кто умер, да? Много кто, допустим, пострадал от этого, да? Там настрадались. Девяностые были ужасные. Вот. И это всё делается для того, чтобы люди другие страны не поняли, что мы супер богатые. Ну, есть такая философия, есть в это вера то, что иначе что будет? Просто ракеты, всё остальное, нахуй им надо. Чё, казахи пиздец богатые, давайте половину страны просто заберём. Север Россия, восток Китай, всё остальное Америка, да? Допустим. Наш народ реально многострадальный. Много чего видел. Кургин. Но мне кажется, есть цикличность. Цикличность распределения материальных благ в истории. Потому что никогда не было такого, чтобы какая-то страна была всю жизнь богатая. Никогда. То есть, бог всё правильно распределяет. И наше время придёт. Мне кажется, да. И сейчас у нас много нефти. А нефть же ниоткуда появилась. То есть, раньше же никто не пользовался. Даже Ванга говорила. Хазахтар, мхтулады. Да, что-то в этом роде было. Главное не просрать страну и это. Да. Главное не просрать независимость. Самое важное. Потому что, если сейчас начнётся кипиш, народ пойдёт, то быстро разграбят страну. Быстро. Смотрите, вот как вы думаете, чтобы любить Казахстан и чтобы куда-то не переехать, да? Кроме того, что у тебя здесь семья, родственники. Экономика. Что должно тебя сдерживать? Деньги. Нет. Кроме даже денег. То есть, давайте поговорим насчёт какой-то национальной идеи. Идеи. Я казах и я хочу жить в Казахстане. Мне кажется, её не существует. Вот некоторые... Я вот задаюсь, типа, какая у нас национальная идея и такой... Тендер. Нет. И, блядь, в натуре ничего такого особо нет. Вот есть же понятие American Dream, да? Да. Но она была сформирована веками. Да, веками. Да, веками. Но мы мало... Вот у нас молодая страна. И все опять же хотят всё сразу, да? Да. И некоторые думают, Казах Dream это что? Это двухсотка, частный дом, квартира, которую ты сдаёшь в аренду, да? Своего сына отправляешь в Лондон, да? Или куда-то по булашаку, который опять же ты купил, да? Возможно. Не исключаю, да? И всё. То, что это в основном чиновники, всякие... Да. Потом Казах Dream пытался продвигать Хайрат Кутайберген, да? Но по мне у него не получилось, и по мне он в итоге это девальвировал тем, что он в итоге уходит в политику. Вот. Он девальвировал. Он как би... Если он был бы до того бизнесменом, он возможно был бы крутым человеком. Но сейчас из-за того, что он стремится в политику, а это явно. Ну какой бизнесмен будет в пиджаке, да, допустим, в костюм шалбаре, да? И вот в значке Казахстан. Ну, не до такой степени все бизнесмены патриоты, да? Первое дело бизнесмена, он должен одеваться удобно. Почему? Потому что ты делами же занимаешься, да, а не красуешься там. Типа чувствуется какая-то популистическая нотка. Он себя готовит, и это уже ясно, и это понятно. И это... Но некоторые до сих пор его хавают, да? Хотя... Как и люди... Другие вещи тоже хавают в некоторой части населения. Все что-то хавают, но... People хавают. Критическое мышление, чтобы не хавать. Все что-то хавают, но если ты хаваешь постоянно, фастфуд будет, животик болеть. Да. Еще есть такая тема, что великий народ Казахстана, великий народ степи, он на самом деле сейчас спит. Но если его разбудить, это будет полный пиздец, да? Но тут есть, опять же, две дороги. Первая дорога – это революция, это просто крах нации, это примерно, как бы сказать... Откат колеса на... Да. Это байтерек сломанный, где шар, вот эта сфера, уже лежит на земле. Ты уже визуализировал, да? Это примерно вот такой крах будет. И горит. А рядом там... Там только Аблязов. Там только Аблязов. Аблязов, если считает себя революционером, он должен быть здесь и получать дубинкой. Аблязов. Блин, вот у него нету одной вещи. Самое главное – хавахтуржок. Ну, то есть, нету такой, типа, я за народ, я за людей. Зеленский, да? Насчет Зеленского, кстати, это тоже интересно. Договори потом еще какой. Даже у Навального есть вот этот вот «Орсток», да? Национальная российская идея Руси, да? У него есть. А у нашего молодого Воланда Морта, да? У зарубежного блогера. У него нету. Кто-то называет зарубежным французским блогер, да? Короче, все брендинг страдает, да? Да. И, блин, он себя девальвировал уже. Я надеюсь, что люди из государства понимают то, что он уже нахуй всех бесит, и не будет блокировать интернет. И вот, честно, на это начало. Это речь для этого была? Потому что… Да, ну, нахуй заебал, да? Почему? Потому что, блин, одно и то же. Блин, мешайте нам работать. Он реально одно и то же. Блин, не говори. Ладно, если бы что-то новое говорил бы. А именно, не говорил бы, кто как зарабатывает. Ну, блин, это понятно. Как понятно? Это понятно. Но и он сам нечист. Я в этом уверен. Да все, кто в 90-х зарабатывал, а приори нечисты. А кто-то уже начинает признаваться в этом, но при этом живет в Казахстане. Ты сказал, вот первое – это революция, а второе – это… А второе – народ проснется в каком плане? Проснется интеллект. Великий интеллект степи. Ох, звучит нихуево. В каком плане? Потому что есть в казахах такое. Ну, в степняках. Казахи, которые в Америке обучаются, MIT, да? Ага. Там… Давайте как у казахстанцев. Да. Казахи, которые там обучаются. В общем, там какой момент. В плане таких наук, как точных наук, как математика, физика, химия, казахи всегда в топ-10 входят, MIT. Но в плане, когда эмоциональный интеллект, либо логика, либо IQ, критическое мышление, казахи топ-10 только снизу. Это говорит о том, да, у нас благодаря, может, Советскому Союзу, да, точная наука, вот реально, мы ее знаем, мы крутые. Вообще кто-то должен заняться этим, то есть это же выбор ниши, по идее, и чем должно заниматься население. То есть надо подумать, исходя из сильных сторон. Потому что реально генетика самая сильная вещь, и сильнее сущности человека ничего не существует. То есть на это можно сделать бабки? Огромные. Как, например? Мне интересно. Самая, самая тупая, плохо управляемая отрасль, но самая денежная в мире – это образование. Самая большая. Самая денежная. И спрос на нее растет всегда, а удовлетворения нету никогда. И она плохо управляется. Самое страшное, но управляется только государством. Только государством на самом деле. Вот прикинь, если, вот знаешь, я вот жду одной реформы, один госпроект – приватизацию. Опять как в 90-х. Мы с Махжаном общались, что скоро будет новый 90-е. Это приватизация, да? Но уже в более адекватном формате. Да, как это выглядит даже в адекватном. Приватизация школ. Обычных. Обычных школ. Представь, я вот попробовал, и у меня получилось взять какую-то среднюю школу в городе Алматы. Знаешь, что я сделаю? Сделать из этого бизнес. Что я из этого сделаю? Какую школу я из нее сделаю? Я сделаю школу из моего детства. А. Мечты в смысле? Да. Это будет примерно там Алматы High School. Это будут американские шкафчики. Это будет свободная форма. Там у нас будет массаж налево математика. Не, ну до массажа не дойдет. Но адекватный физрук, который не хуярит тебя с этими же пацанами, да, с плохишами. Это адекватный, чтобы понятия завучи вообще не было. Вообще все поменять. То есть наша страна, система образования у нас почему, не потому что вузы тупые, типа мы хотим что-то новое, но на самом деле просто не дают, потому что мы все работаем по стандартам. Это официальные правила. И если вузы не меняют это, то это ужасно. Вот насчет этой темы, кстати, одним из следующих гостей будет Арслан Даримов. Он сейчас дружинкует насчет этой темы. И мне кажется, он может хорошо об этом достать. Насчет образования, да. Да. Он как раз этим занимается. И примерно он вот создает ту самую школу, наверное, которую он сам мечтал. Надеемся, да. Ну, верим. Ну, в принципе, вот. В общем, я жду вот эту реформу, вот этот госпроект приватизации средней школы. А если будет приватизация детских садов, но она уже есть, да. И частные детские сады, они реально крутые, по сути. Они, да, дорогие, на этом делают хорошие бабки, но есть другие детские сады там. Лего. Детский сад Лего. И там реально приходишь, мы отдали недавно сестренку, или думаем отдать, а вот надо спросить у родителей. Да. Там реально, типа, роботов там, ну, уже вот. То, что дети, которые, да, у Малаха вот так вот читают, да. Ну, вот недавно Рамиль выкладывал stories, то есть, по-моему, дочку туда дает, Алматы High School, что-то такое. И там учат робототехники с самого начала, там, критическому мышлению, многим вещам современным, там, как работает, там, образование, как учить, как учиться, в принципе. То есть, по идее, это сейчас есть, но, как я понимаю, это супер дорого, это не уходит в массы пока. Конечно. А когда будет много таких, тогда цена уравняется. То есть, это, наоборот, кому-то хорошо, чтобы это не так быстро распространялось, правильно? Мы всегда защищаем чьи-то интересы. Да, то есть, это прикольная тема по идее. Насчет приватизации я даже вообще не думал, что может быть такое. Или есть кусок, что это будет. Олигархи, да? То, что… Почему они стали олигархами? Они приватизировали вот эти кирпичные заводы, цинетные заводы, да? Вот. И, кстати, почему не должен быть правителем бизнесмен? Ни в коем случае бизнесмен не должен быть президентом нашей страны. Потому что мы видели яркий пример в 90-х и в Украине, да? Вот в 90-х у нас бизнесмены, они брали приватизацию вот всякие заводы, и половина заводов стоят. Только хуже, да? А другой бизнесмен, да, допустим. В итоге, что изменилось за последние пять лет правления бизнесмена, да, допустим? Его продукт Рошен стал мировым брендом. Вот, да? Вот. Но национальная идея украинская, я ее не увидел. Возможно, потому что я ее не искал, да? А, кстати, национальная идея, мы так ее не озвучили. Я уже не понимаю, о чем мы разговаривали. Сама суть была насчет национальной идеи. Почему? То есть, в чем, вот, типа... Казахская идея, пока она не выработалась. Почему мы хотим здесь оставаться, типа? Вот, папки пришли, да? Все стало хорошо, вот почему мне не съебаться? Потому что там будет грустно. Там будет грустно? Да. Типа, кокс, телки и так далее, несчастье в этом, да? Не, мне кажется, все будут скучать. Ну, многие будут, большинство будет скучать. То есть, казахская... Ай Султан сам вот в интервью Дудю говорил, типа, я хочу жить в Алмате, я очень скучаю по родине. Мне кажется, это настигнет любого. Это ДНК. Вот, я жду примерно вот такой ответ. То есть, я хочу сам себе понять, украинцы творческий народ. Мне кажется, вынужденно творческий народ. Вынужденно. Опять же. Казахстан непонятный народ. Знаешь, это вот, когда... Есть, кстати, национальная идея. Мы, типа, ленивые. Вот, кстати. То, что прижилось. Это плохая идея. Ну вот, то есть... Это самое пичевание, мне кажется. Я ленивый, я не хочу, да, допустим. Ленивый, откуда? Из-за достатка во многом. У многих людей. Типа... Почему баев ненавидели, да, в средневековье? Почему? Потому что они вот так и сидели. Они просто не хотели ничего делать. Они вот так лежали, сидели, живот отращивали, да. Вторую, третью. Их новый бизнес-проект это... Или там сотый баран, двухсотый баран, трехсотый баран. Вот. Но тогда ничего не развивалось, в принципе. Вот. Тогда вот buy luck и все. В принципе, богатство и убило того самого первого казаха, возможно. И мне кажется, многие ленивые за нефти. Ну то есть, нефти много, ну и так-то все будет нормально. Нефти много, нормально будет в том случае, если мы научимся, опять же, управлять этой нефтью. И когда инвесторы уйдут. Да. Но! Я так скажу. А сколько примерно вообще это? По-разному, в разных компаниях разного. Нет, типа столетиями есть такие контакты? Ну, типа 50 лет. Нет, по-моему, до 50-го года. А, максимум 50-го. В основном, по-моему, такие контракты. А у нас есть программа «Казахстан 20-50 лет». Там, 5 лет назад, да, которая была, она вернется. Ну, нехуй делать, да. Точнее, он будет надеяться, а потом его внуки будут надеяться. Это же слабость. Это слабость. Неумение прощаться со старым. Да. Нефти тоже официально старые. На него нельзя вообще рассчитывать. Возможно, у нас, да, до того доходя нефти, то, что через лет 30-40 она реально уже не будет нужна. Она просто нефть, нефть, все. Вот, хочешь, нефть я тебе обрызгую, да, вот так. Мы будем угорать, наверное, над нефтью. Вот. И то, что сейчас дорого и цена, она уже не будет таким через года, да, допустим. Ну, никто не знает. Опять же, распределение материальных благ в истории. Возможно, какой-то чип непонятный, да, он станет тут реально ценностью. Дороже, чем золото. Ну, чаще всего всегда находится природный ресурс. Ну, да. С выше. С выше что-то приходит. Это знаешь, вот, замена нефти у Казахстана тоже есть. Это уран. Насчет Украины. Там сейчас Зеленский, типа, это, приходит, типа, ну, участвует, по крайней мере. Да, это капец, ты играл роль президента несколько сезонов, да, и ты им станешь в попах. Мне кажется, это многоходовочка. Очень большая, чей-то большой проект. Да, опять же, там... Ну, непонятно, да? За скиной кто-то может сидеть. Возможно, Кремля, а возможно... Да. И самое страшное то, что, да, ты не знаешь, кто за ним, да? Да. Вот. За Тимошека, ты знаешь, она сама за себя стоит, примерно. Нет, там олигархи. Олигархи тоже есть. Но, блин, по этой стране ничего не понятно. Как мы можем разобраться в чужой стране, когда мы собственно... Украина в основе страна, которой управляют олигархи. То есть не президент, не парламент, а олигархи. Ну да, как прям в сериале «Слуга народа». Да, да, да. Не случайно этот сериал сняли и не случайно его показывают, но не блокируют и не борются с ним. Я здесь больше про то, что, типа, сам заход через вот этот вот медиапроект, да? Мастмаркет. Да? Да, «Слуга народа» сериал. Это же не случайно. Образ сложился у людей. Да, очень успешный проект, мне кажется. Конечно. Всем полюбился Зеленский. Да, реально, мне очень сильно нравится. Потому что именно вот эти вот душевные, эти переживания там рассказываются. И как будто он такой за народ. У нас снялся... Ну, опять же, по поводу нашего... Не, вот по поводу сейчас... Если у нас был бы такой Зеленский, да? Вот, который играл бы президентом в Казахстане, и был бы такой сериал, мне было бы страшно. Почему? Потому что, блядь, человек играет роль президента. Он не является президентом. И он актер офигенный. Он актер. Самый страшный, он офигенный актер. А это значит, у тебя самый хороший актер, тот, который, как бы сказать, тебе продаст любую идею. И ты не поймешь по идее, что это. Это как Геббельс говорил, да? Самое лучшее вранье то, в которое ты сам в нее поверишь. И это и есть национальная идея, да, допустим. В итоге фашизм за счет пропаганды же жестко начал продвигаться. По поводу у нас, у нас сейчас, да, есть национальная идея Тамерис. Реально может стать Тамерис, и даже вот фильм приурочен, да, возможно, и слоган продажный. Но он, конечно, маркетологи особо, мне кажется, не думали. Слишком прямая продажа. Да. Царица, которая прославит великую степь. Да. У вас нет такого чувства, что в последнее время в ваших окружениях и так далее слово «феминистка», «равноправие» очень часто началось звучать. Ну, это мировой тренд. Это не наш тренд, это мировой тренд. Ну, это, мне кажется, прям усиленно. Сейчас вот, обратите внимание, мне кажется, просто многие компании начнут заходить именно на женскую аудиторию более, как-то знаешь, типа открытой. А знаете, почему это мировой тренд? Очень просто. Потому что женщин больше, чем мужчин. Это, во-первых, тупо. Во-вторых, потому что, на самом деле, все исходит в мире глобально не от политики, а от денег, от экономики. Если женщин больше, надо делать упор на женщин и продавать им. Тупо все из экономики исходит. Это, опять же, если… Мы живем все в системе, на самом деле, экономики, индустрии. За им безделушка для женщин и продвинут за миллиард, допустим, да? Это работает? Да. Государство – это проект, который делается ради экономики, ради бизнеса, ради денег. Они… Ну, все мы живем под властью еврейской системы. Банков, торговли, индустриального мира, ну, вот этого всего. Банков, кредитов. То есть, чтобы все это делалось, мы уже давно в матрице. На самом деле, Нео, проснись. То есть, мы все матрицы, мы уже родились. И поэтому вся эта движуха, феминизм, на самом деле, это не идея какая-то так, великая идея. Это просто ради экономики делается. Ага. Как и большинство вещей. Насчет этого, в Москве, когда мы проходили курсы по сценарию и так далее, там чуваки рассказали то, что из-за того, что продукт, по идее, в оконцовке надо продавать женщинам, чтобы он был успешный и так далее. Помните, «Кухня» был? Да. То есть, там главный герой был Макс, да? То есть, сериал зашел и так далее. Ну, чтобы дальше сериал зашел и задышал дальше, они сделали франшизу этого сериала «Отель Элеон». Да. И там главная героиня – это, ну, типа девушка. 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 И здесь, то есть, проект, он дальше растет точно. Он в итоге вытащил и стал, возможно, я от «Элеон», блять, я смотрел. Извиняюсь, да, возможно. Но, бля, он мне понравился. И он мне больше залетел, чем «Кухня». Ну, короче, это охуенный проект. Потому что, ну, там показывают, как реально путь женщины, да, он нестабилен и он трудный. И это реально, да, я с этим согласен. Даже есть картинка, где вот шесть человек, да, трое женщин и трое мужиков. Типа они на старте. Диана выкладывала. Да, ну и другие там люди выкладывали. Вот три мужика в костюмах, у них, ну, они… Препятствий нет. Препятствий нет. А у женщин это стирка, дети, глажки, там и все остальное, да. В этом плане, да, возможно, скоро мужики уже будут реально дома сидеть. Я не исключаю даже, уверен в том, что в Казахстане уже есть такие мужики, которые сидят уже за ребенком хожу. Не потому что их заставили, а потому что им это уже нравится. На самом деле Абвайхан Камовадин – это президент Ассоциации феминисток. Да, 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 прикинь. Вот. И здесь все, он снимает футбол по Таргарина и там… Гоу феминизм, да? А хотя в чем прикол, Таргарин – это же девушка же, да, вот, женщина же. Единственная. В общем… В общем, к чему мы это… Здесь из лорда проснулась. Да. Все идет к тому, что будет править женщина, да, но надо судить адекватно. То есть править женщина Казахстаном. И… Как ты? Ты, братан, не тонко сделал. Ты что-то очень… Типа… 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 Типа, ты! А, возможно, для многих это неадекватно. Это понять можно. Для большинства. Но сейчас уже ясно становится, да, не просто она стала… Есть какие-то предпосылки, короче, да, к этому? Есть предпосылки. Главное там grade… То есть, если он станет президентом, она спикером, если он пойдет в отставку, то она автоматически становится президентом. Главное, зато он останется в истории, да, как второй президент, да, и это, с одной стороны, круто, но никто не помнит второго президента, допустим, и европейских стран, да, или Америки… Ну, только России. Да, ну и в России, и то там такую многоходовочку сделали тоже. В общем, мне кажется, как, если она станет президентом, тут такой момент, что это всемирный тренд. И мы вначале говорили то, что вот, типа, есть опасность, что страны не будет. Если она станет, это некая безопасность. Во-первых, почему? И это единственный человек в Казахстане, который по факту знаком со всеми правителями всех стран. Я никого другого не знаю. Ну и плюс. Ты сейчас про кого? Про Даригу. Ну, Султановну. То, что... Бля, уже немножко жестнее. Градус, я уже бухой. Хамам. Уже просто, да. Уже хамам, да? Я не хочу вот это делать сейчас, чтобы... Я знаю, бля, меня сейчас так захетят, типа, фидорас, сука, да? Но тут такой момент, то, что, блин, она пока стабильность. Я вот в ней вижу стабильность. Для меня эта женщина очень непонятная. Она непонятная? Я еще не знаю, за что я должен, типа, понять. Я ставлю ставку, она вернет Астану. Вот это тоже может быть такой, знаешь, добрый жест. Она вернет Астану. Почему? Потому что, как минимум... Он не бросил. Мне кажется, она адекватно будет оценивать, как бы сказать, пожелания народа. То, что хочет народ. Не, ну это же политический прием, чтобы привлечь внимание. А приори. А приори. Что нужно людям делать? Нужно людям себя прокачивать. Если мы все будем себя прокачивать, если каждый из нас станет крутым, то все, сама страна улучшится. Это единственный способ эволюции. Не революции, а эволюции. Роста вверх. Берите кредит, деньги, не для того, чтобы купить там, да, на вещи, да, или что тут вроде. Блядь, на образование. На бизнес. Вот, кстати, да, я всегда не жалею денег на книги. Вот это вот. А вообще тут такой момент был. В первые жизни я решил потратить полмиллиона тенге на образование, на пятидневный курс. Это очень интересно. На пятидневный курс. До этого я нахуй их ненавидел. Он мне ставил их видеоролики. Я только, бля, ну зачем, ну, блин. Я просто приходил к нему домой, просто ставил перед ним, говорю, Камал, смотри. И мы вместе смотрели. Мы не смотрели фильмы, мы смотрели. Тогда я не мог продавать блогеров. У меня не получалось. Небраска особо сильно не продавалась, но какая-то реклама-то была. Но у меня был прорыв. Я сделал один прорыв в декабре семнадцатого года, подзаработал денег, избавился от всех своих долгов. Я остаток денег, он мне пришел в гоу в Москву на обучение. Я говорю, блин, но мне не особо сильно хватает. Он говорит, не парься, просто оплати обучение. В итоге мы вдвоем купили VIP, а мы же такие казахи же. Если покупать, то покупать VIP, да? И он мне помог с отелем. С отелем. Да, ну не помню. Короче, паспорт. Он это, ты же? Да. И все, я билеты на самом деле купил, мы полетели. Мы приехали, мы в аэропорту, нас встретил друг, объяснил пример, что как оставил нас в отеле. Мы покушали и думаем, что дальше делать, обучение же завтра. И мы такие друг на друга смотрим. Мы одну тему обсуждали, типа, что, го? Он говорит, давай го. И заказываем через приложение Уилли, VIP-такси, а точнее Майбах. Новый, свежий Майбах. Мерседес приезжает, мужик статный, лысый, как будто телохранитель. Вы заказывали такси? Мы такие, да. Дверь открывает. Прошу, пожалуйста. Мы сели такие. Первый раз. Ты сейчас стесняешься? Да, первый раз. Вот так вот. Да, да, да. Вот так вот сделаем. О-о-о. Не, на самом деле, первый раз очень смешно было. Я окошко открываю. О-о-о. Нет, там пребывок в том, что не окошко, а сетка в начале. Окно и еще сетка еще. И там кнопка вот эта, непонятно, где окно, где сетка. Короче, мочкуем так и нажимать, нажимать. Я что-то нажал и тут сзади. О-о-о, массаж, короче. В общем, мы потратили около миллиона тенгит только за пять дней только на Майбахе. В смысле, вы все пять дней на Майбахе катались? Все пять дней. Да. Все пять дней на Майбахе. Была внутренняя какая-то, типа, детская мечта, типа, галочку надо было поставить. Не, мы потом, конечно, начали кайфовать от этого, но был какой момент. На дом БМ приезжаем, а там две тысячи слушателей, из них пятьсот человек курят на улице. Мы приезжаем, вдвоем выходим, нам двери открывают. А мы с рюкзаками. Да, с рюкзаками, как школьники, короче, идем. И все такие, не понимают. Ладно, первый день. И потом уходим опять же через Майбах. Там уже сам вроде Дашкиев на нас уже так смотрит, потому что мы на Майбахе. Мы единственные на Майбахе уезжали, приезжали туда. Все такие, бля, кто такие? И там я услышал, кто такие это? И там, это казахи. А еще был прикол такой. Да, машина заезжает. Машина приехала, народ стоит, курит. А было трудное занятие такое эмоциональное. И машина, короче, на бордюр встала. И там, короче, неправильно встала, и там что-то себе повредило. Водитель выходит. Ёб твою мать, это что такое? Вы что делаете? Зачем вы это сюда поставили? Я же машину себе повредил. А я понимаю, что это наш Майбах, который мы заказали. Мы подходим, я говорю, что случилось? Он говорит, извините, пожалуйста. А он извиняется за маты, да? А люди думают, что извиняется, что я хозяин. А я такой, понимаешь, так к чему? Я говорю, а я такой, а я что делаю? Ну и что теперь, блин, а что колеса, короче? Вот так же, как хозяин. Бля, а что случилось, яма жесть? Я вообще говорю, эй, он сел, короче, я говорю, блядь, как так? Короче, водитель, извините, извините, не переживайте, дверь открывает меня. А там вот народ этот курит. Думают, что мы владельцы Майбаха. Казахские понты, это такие казахские понты. Но в чем прикол? После этого, после этого обучения, в принципе, я понял то, что, блин, заработать себе на Майбах или на Роллс-Ройс, бля, это хуйня. Достижимо. Достижимо. Но в чем прикол? Просто до этого, до этого мероприятия под названием БМ, а там тема метаморфозы. Там тема метаморфозы называют, типа изменения, да? И до этого я думал то, что, я даже не думал и не задумывался о Роллс-Ройсе. После я начал считать, сколько стоит Роллс-Ройс. Как он тебе заработал. Да, за сколько можно заработать. И мы, так как мы сидели в ВИПе, рядом с нами были миллионеры. И я спрашиваю одного, вот так-то, так-то, типа. А первый прикол, друг с другом общаются, кто сколько зарабатывает. Там говорит, ну, типа, кто-то говорит, там, 10 миллионов рублей в месяц, кто-то 20 миллионов рублей в месяц. И он спрашивает у меня, он сидит и слышит, ты сколько зарабатываешь? Ну, я в месяц зарабатываю, там, миллион сто. А-а-а, я вот два миллиона рублей в неделю зарабатываю, ну, нормально. Ну, ты молодец. Миллион сто рублей в месяц. Я такой понимаю, я хотел сказать, в тенге. И все думают, что мы автоматически миллионеры, потому что мы вдвоем же ходим. Этот ржет, этот ржет. Но мы играли миллионеров. Реально мы играли миллионеров. И все думают, что мы миллионеры. И у одного миллионера я спросил, почему сюда пришли? Вы же и так миллионер. Он говорит, у меня проблема. Я зарабатываю вот два миллиона рублей в неделю. Он считает еженедельно. Он живет по неделям, не по месяцам. Конкретно, да, все. И я понял, что что-то не то. Я говорю, в смысле что-то не то. Он говорит, ну, бля, все обыденно стало. Все одинаково. Вот деньги идут, и тут ничего нового нет. Типа, я от этого заебался. И поэтому я пришел сюда узнать ответы на свои вопросы. Я понимаю, ебать у него проблемы. Проблемы. Вот проблемы, да. На самом деле там был тренинг посвящен внутренним проблемам. И все приходили с проблемой. Но мы, мне кажется, без проблем мы пришли просто. Но, в чем прикол. И все плакали там. Ползала плакала. Раскрывали свои внутренние скрахи. Какой год, примерно? Это 18-й год, февраль. После чего у меня поперло. Нет, после этого какие-то психологические блоки и так далее снялись. Это знаешь, представь, у нас облако, да, оно темное, загазованное. И мы тупо пробили озоновую дыру. Тупо вот такая тема. В плане... По-казахски, да, да. И там какая тема? Я вообще вначале не понимал. Я говорю, что надо сделать, чтобы много зарабатывать. И Осип говорит, вообще не вопрос, отвечу. Надо много тратить. Я такой... Майбах. Я знаешь, что? Я такой... Ну, мы правильно направляем. Нет, я вот так на него смотрю, и у себя в голове... Никотарн, Жикторс. Мне кажется, это вот, видишь, вначале вы это по-любому ставят. Я реально... Никотарн, Жикторс, реально. Ты типа, ты что несешь? Я говорю, извините, Пётр, а в смысле много тратят? Он говорит, легко, просто тратить. Надо тратить. Надо покупать ненужные вещи. Вот, самая ненужная вещь, это абонемент в фитнес-клуб. Вот, ты хочешь в какой-то крутой фитнес-клуб? Я такой... А я тогда реально хотел. Он начал ходить в одну тему. Я такой хотел. Он говорит, потрать туда деньги. Я говорю, ну, если это не нужно, зачем мне тратить? Я ему как раз говорю, и пора... И Осипов говорит, Пётр, он говорит, ты сначала купи ненужные вещи. Самое главное задание, по приезду домой купите дорогую ненужную хуйню. И я говорю, фитнес-клуб пойдёт, он говорит, конечно, это самая ненужная хуйня. Абонемент... Сейчас расскажу. Годовой абонемент в фитнес-клуб, это самая ненужная хуйня. Потом он покупает годовой абонемент в Весентай, который стоит там полмиллиона, полчетыреста с чем-то. И там есть два этажа, сейчас объясню. Пятый этаж – это фитнес. Куда ну надо ходить, тренироваться, худеть ему нужно. А есть минус первый этаж – это сауна, спа, короче. Он где-то полгода не был на пятом этаже. Просто не был на пятом этаже. Я просто охеревал от того, что, блин, оказывается, люди в обед приходят, вместо того, чтобы обедать, и вот в хамаме лежат. Он просто был на минус первом всегда. А там я лежу, и там мне тоже серьёзные разговоры идут, крутые разговоры, которые тоже нужны. А тогда я купил этот абонемент, не имея у себя денег. Я на последние деньги купил. Он был король минус первого этажа. У меня, чтобы ты понимал, я пешком шёл до Есентая, чтобы пойти в этот Есентая. Это шло, чтобы свой потолок именно пробить самому. Да, да, да. Я помню, он, по-моему, про Майзерати обычно рассказывал. Да, да. Вообще, на минус первом были очень интересные разговоры. Я один раз просто лежу, отдыхаю там, и мужик с кем-то общается. Говорит, да, это же у вас же эта машина. У меня просто всё есть, говорит, там, Мерседес, С-классы, Лексусы, всё есть. Говорит, ну вот, Rolls-Royce хочу, говорит, Rolls-Royce хочу. Да, завезёшь завтра, я заплачу. Я такой, типа, это реально? Ага. Можно? Так можно? Ага. Я понимаю, что он здесь рядом сидит. Магический этаж, да? Это не с телека, это не с фильма. Вот он. Рядом человек сидит, который вот сейчас покупает и переводит деньги на Rolls-Royce. И в чём прикол? Это спокойно обсуждать. Осипов говорил, когда вы начнёте зарабатывать, или у вас будет окружение зарабатывающего, первое же ваш вопрос само себе, бля, а что, так можно было? Да. И в чём прикол? Да, я без денег, голодный, ходил в этот ебаный спа, в этот ебаный бассейн. Но в чём прикол? Бля, я начал зарабатывать. Потому что я тупо все вот эти преграды, да, вот эти отмазки, я их просто убрал. И я тупо начал, уже знал, что я буду делать. Я знал, что сколько я заработаю через два месяца. Я это получил. Через два месяца я знал, то, что сколько я заработаю уже через полгода. И это пришло. Понимание, да? Понимание, да. Были приколы, так, у меня следующая неделя, это вот столько-то часов, дай-ка я попробую за эти, за столько-то часов, за каждый час заработать по 10, там, по 20, по 30 тысяч деньгей. Бля, получалось. И вот заработаю, ебись. Только надо тоже понимать, то, что, типа, в то же время у тебя же было очень отличное окружение, как говорится, Макжана и других ребят. Окружение влияет, вот самое главное, еще окружение влияет, но в чем прикорс? Я просто сейчас прикинь, чуваки, все, я понял. Надо тратить. Нет, не все так просто. Жизнь-то идет, типа, да, то есть они не ищут. Нет, это не так, типа, ребята, мы всю жизнь ползали, теперь настало время. Один раз потратился жестко. Это такой момент, то, что ты должен понимать, сколько ты будешь зарабатывать, ты должен реально ставить цель, блядь, цель, а не мечту. Некоторые ставят цель, блядь, цель, допустим, стать хорошим человеком, это не цель. Или быть богатым, это не цель. Вообще, нет такого понятия богатый, да, допустим. Я, да, хорошо зарабатываю, но я не богатый. Я, все, что связано своими финансами, это вот, блядь, это закрытая тема, да, куда я трачу, я иногда сам не знаю, куда я трачу, но я знаю то, что это нужно. Иногда я промахиваюсь, жестко промахиваюсь. Иногда я, допустим, отдаю заранее блогеру, да, и что-то там не то бывает, или это нормально все, в обороте. У меня деньги в основном в обороте. И в чем прикол, я знаю то, что там через два года, в месяц март, у меня будет такой-то пост, деньги за такой-то пост от такой-то рекламы, от такого-то блогера. Уже все заранее идет. Почему? Потому что я устроил ебашиво в своей жизни. Я тупо начал работать. Вот реально, я забыл все кайфы. Вот тупо кайфы. Иногда, да, страдал... Под кайфами ты проживаешь клубы, там, что еще? Иногда страдал алкоголизмом. Был такой момент. И страдал. Я был конкретным, не то что свидетелем, я был проводником. Проводником, да. Он за мной смотрел. Я не пью, да, но я ему, кажется... И я через это прошел, да. Но в чем прикол? Я не скажу, что я пиздец поднялся, но я, бля, нормально настрадался тоже в этом плане, да. И окружение на это жестко влияет. Твое окружение, как минимум, не должна ныть. То, что положение хуёвое. Это во-первых. Во-вторых, твое окружение не должно тебя обманывать. В плане чего? То, что все хорошо. Татарстан, Башкорстан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, да. Хуй с ним, Афганистан. Хуй с ним, Афганистан. А, нет, Афганистан не входит. Весь Турк-Тильдес страны, да? Турк-Тильдес. Вот прикинь, их всех вот соединить, Турк-Тильдес, и будет одна большая держава. Пляс, номер один по нефти, по газу, по всем природным ресурсам. Мы же всех выебли. По идее. Это по идее. Это Алтна Орда, да, та самая золотая Орда. Это империя Чингисхана. Империя Чингисхана. Мы до сих пор есть. Нам просто надо объединиться, да, возможно. На самом деле политика других стран была, чтобы разъединить нас. То же самое, почему мы на РУ поделены. Во многом, мне кажется, это политика тоже Российской империи. Кажется, это не факт. Нет, не факт. Нет, все, что мы здесь говорим, это априори не факт. Но имеет место быть. Место быть озвучено. Да, конечно. Субъектив каждый. Вот она, демократия. Согласен. Это знаешь, то же самое. Когда ты можешь свои мысли говорить открыто, ты хотя бы немножко вот так вот забывай демократии. Братан, поэтому мы прилетели в Астану, чтобы высказаться. Заебись. А что, в Алмате у вас такого нет, что ли? Подкастов нет. Ну, именно вот на такую тему. Нет, продукты, где можно. Так просто я решил выебнуться, я это знаю. На такие темы нет. Просто рисковый пацан. Про политику больше всего говорят здесь, в Астане. Ну да, потому что мы больше видим и теснее взаимосвязано. А в Алмате похуй. Алмата это реально бизнес-некуба. Алмата это Чукотка. Да. В Зонатуре. Им реально по вайбу выпить, отдохнуть, делать бизнес, делать проекты этого. Ох, пара. По поводу дороги. Мы должны такие темы уже в открытую обсуждать. Почему? Потому что, чтобы это стало нормально. Нормально. Если мы будем бояться этого и обсуждать, и говорить для Волон-Доморта, его имя нельзя говорить. Там по телефону не говорили. Наоборот. Надо говорить. Надо обсуждать. Почему? Потому что истина в обсуждении. Только за счет обсуждения и только за счет истины после обсуждения мы поймем, кто есть кто. И кто для кого. Да, да. По поводу дороги. Сказать честно, хочу ли я, чтобы она стала президентом, госпожой президентом, да? Нет. Но. Я тоже. Но. Но. А есть ли другой выбор? Кто? Вот. Нет среди народа еще такого кандидата, вот которую вот. Иначе он уже появился, потому что уже пора. Да. Я не хочу, но она идеальный кандидат. Она со всеми общается. Для того, чтобы. Со всеми знакомы. Пока ничего не развалилось, да? Обязательно. Ее самая главная задача. Обязательно. Вообще, задача женщины в чем? Создать очаг семейный. И держать очаг семейный, да? И сохранять очаг семейный. И задача, возможно, будущей женщины президента в том, чтобы сохранить нашу суверенитет. Остальное похуй. Главное, чтобы наша страна была. Блин, просто в мире хаос. В мире хаос. США. Другие страны хотят захватить другие страны. Вот, вот этого мы же не понимаем. Которые говорят, Америка, Лос-Анджелес, допустим, Нью-Йорк, Босон, там круто, давайте туда, после work and travel, там скажем, у нас диктатура и останется, возьмем там грин карту. Долбоебый. Вот, я открыто скажу, почему, бля, у нас хотя бы нету, чтобы каждый второй или третий ходил с оружием, законно и шмалял. У нас нету, чтобы полицейский взял и стрелял там в русского или уйгура или там другой национальности, да? У нас этого нету. У нас безопасно, блядь, у нас безопасно. У нас вот нормально. Наркотрафик, бля, у нас не такой жестокий. В Америке он есть, и его уже там, в Комбире, да, легализуют. Во многих еще штатах, но его уже нормализуют. Легализуют, да, бля, у нас нормально, у нас нету, вот, у нас нету сильного, сильной пропаганды ЛГБТ. Да, есть пару людей, с которыми я обсуждал. И в чем прикол, после суда за хайп, да, с этими представителями, бля, они не представители ЛГБТ, а даже если были бы. Я не против ЛГБТ, но самое главное, не пропагандируй. Да, честно, я против пропаганды ислама. Почему? Потому что по шаряту вроде прописано, нельзя пропагандировать. На самом деле, вот про... Ну, жестко, в жестком мире. На самом деле, мне кажется, многие страны Европы падут. Из-за того, что у них теряется институт брака, очень снижается, и много ЛГБТ. И тупо это математически просчитаешь, что их не будет. Математически. Уже самих чистых европейцев. Почему? Потому что Европа, это уже беженцы. Ну, тупо, они не женятся, детей не рожают, и много, и геи. Все, математика очень простая. Вот тоже про ислам. На самом деле, да. Вот в Новой Зеландии был теракт против ислама. Но что происходит? Как и закон природы. Потом, там, в парламенте впервые прочитали Куран, дали Азан. Я уверен, это сконвертирует кучу мусульман новых. Ну, вот тупо, они хотят бороться против этого, но если ты так борешься, то, наоборот, ты больше будет мусульман. То же самое, вот люди борются против нового названия Нур-Султан. Но чем больше ты борешься, тем больше это распространяется. И чем больше народ соглашается с этим. Конечно. И в чем прикол, в итоге, подытожим, да, нет идеального кандидата. И, возможно, тот самый идеальный кандидат, он будет. Но, возможно, этот идеальный кандидат, он и развалит нашу страну. Нет ни в чем идеального. Мы многого не понимаем. Да, мне кажется, в основном, по идее, по интеллекту и так далее, идеальных кандидатов хватает, но из-за всяких систем. Опыта, опыту, скиллам, слаженные системы и геополитики, внешней. Мне кажется, просто Назарбаев последние 10 лет не занимался внутренней политикой, он занимался внешней политикой. И потерял фокус на внутренней. Потому что, на самом деле, его первая задача, кем он сейчас является, это защита страны. Защита ее интересов, ее недр, ее народа. Ну, богатств народа. За 20 с чем-то лет нашей независимости мы не потеряли Северный Казахстан. Мы не потеряли Восточный Казахстан, хотя могли. Мы не потеряли, как бы сказать, любовь. Как бы, ну, не все идеально, но многое, ну, не бывает идеальной страны, но многое, мне кажется, хорошо. Это вопрос очень трудный, да, и, блядь, на него ответить, блядь, невозможно. И никто в правительстве, вот, от души не ответит. Почему? Потому что не может. Да, нельзя. Никто от души, из своего сердца не может ответить, каким и кто должен быть президентом. Точно. Этого нет и этого не будет. Вот. Самое главное для меня, что по-любому будут люди, которые будут писать или говорить мне потом после этого. Не, мы уже поняли, что на нас сейчас куча дерьма выльется. Раз мы это говорим, значит, мы знаем, ради чего мы это говорим, да, и на что мы идем. Самое главное для меня, чтобы у нас было тихо, мирно. То есть, жена, как это казахская, а это друго, ашераспан, ну, что-то в этом роде. Вот. И, ну, блин, у нас нет потока беженцев, да, которые насилуют в Европе людей. Блин, за это это я вот. Вот то же самое, опять цикличность распределения материальных благ. Вот у них сейчас, ну, Европа последние там столетия, они очень хорошо жили, а сейчас наступает хаос. Ну, всегда так, это неизбежно просто. США до этого вообще бедные были. Арабы последний раз были богатые в 9 веке, когда халифат был. А сейчас, и сейчас богат. А до этого они просто бедствовали. Ну, и всегда будет распределение, на самом деле. Всегда все циклично. Ну, мне кажется, мы идем к этому. Надеюсь. К хорошему. С июня прошлого года по... Декабрь прошлого года, да, это нормальный промежуток времени, у меня был один страх, я вот каждую ночь об этом перед тем задумался. Я представлял себя старым, мне там 78, там 80 лет примерно, и я лежу. Я понимаю, бля, вот сейчас через час все, я лукнусь, да, и, ну, good game, да, допустим. И, блядь, вот, меня интересует, я задумался об этом состоянии. Что я буду делать, о чем я буду думать, что я сделал к этому времени. И я часто начал смотреть на свое окружение, типа, блин, а вот этот человек будет со мной до конца? Что будет? Я раньше него умру, да, или он покинет раньше? Блин, и как я это восприму? Уход, там, своих родителей, да, как я это буду восприму? Это болезненно же. И я вот реально вот еще глубже и глубже. Вот сон внутри сна, да, и там еще один сон внутри. Там жестко было. И из-за этого я попадал в депрессняк, но в такой трансовый депрессняк. Ты можешь дальше работать, ты можешь дальше совершать свои дела, но у тебя в голове вот эта мысль, она не уходит. И, ну, грубо говоря, да, что, вот я умер, что дальше? Слова человека, который начитался религиозных книжек, то, что у меня будет по 10 миров, блин, не верю. То, что у меня будет регенерация, я буду там животными, что-то в этом роде, блин, не верю. Почему? Потому что, блядь, никто не знает, никто оттуда не скажет. Короче, братчик, теперь там, короче, такая тема, да, по WhatsApp'у ауди не отправят, да? И это вот в группы не будут отправлять, как бабушки. Бабушка мне не отправит, что-то отверстие. То есть у тебя была паническая атака или что? Это не паническая атака. Просто мысль засела, и она постоянно держала тебя в таком страхе. Да, я просто представлял. И к чему ты пришел? Там такой момент, блин, как бы сказать, я очень часто задумался, как я, я проматывал свою жизнь, да? Что я должен сделать за эту жизнь? Вот, допустим, в одной из жизней, типа, я стал супер богатым и все дела, и в конце, и как я буду жить, да? Соответственно, чтобы быть, возможно, супер богатым, это надо ходить по головам. А стоит ли она того в конце жизни? Я начал вот об этом задумываться. Потомство, карма. Потомство, карма, да. То, что я сделал плохо, я по-любому знаю, что это мне вернется. Это, как правило, и мне возвращалось всегда. Просто до этого я не понимал. А как ты понял то, что, типа, есть понятие такой кармы? То есть, прям, ты примерно вспомнил статистику в своей голове, да? Делал этих... Нет, ты просто сам же создаешь причинно-следственную связь. Да. Вот сам себе создаешь проблемы, сам же их потом решаешь. Никто, кроме тебя, это не решит и не может решить, и не должен решить. Только ты. И душа, она у меня реально начала болеть. Вот реально, мне уже становилось плохо то, что я думаю об этом. Но я не мог остановиться, потому что это, знаешь, вот, это вот какая-то, как бы сказать, задачка, оставлена каким-то гением, да, по математике, и ее уже сто лет не могут решить, да? И я вот не мог решить, а мне бесит то, что я не могу решить. И я так думал, бля, ты знаешь, это вот играть слова, вот, города. Вот ты говоришь Астана, да, там, я потом что-то на А дальше продолжаю уже, да? И ты говоришь... Астрахань, да? Нет, а ты, да, вот, говоришь Астрахань, да? Или Якорь вообще. Ну, вот, мягкий знак. А что там с мягким знаком? Ну, ты же уже начинаешь паниковать, что дальше. И вот то же самое. И в итоге я выбрал, возможно, такой путь, как путешествие. Я, то есть, я должен как? Я примерно представлял свою смерть, да? Но это самая лучшая смерть, когда ты можешь уже, ты понимаешь, что ты все уже уходишь, да? Ты лежишь и уходишь. И до секунды, как бы, как бы сказать, за секунду до, да, я, как бы, кинолета же пойдет всей твоей жизнью. Я, наверное, не знаю. Ну, наверное. Опять же, не факт, да? Никто не знает. Вдруг реклама. И примерно, примерно я представлял, как. Если у меня будет эта кинолента из моей жизни, это самые необыкновенные эмоции, которые я получил в этой жизни. Поэтому это путешествие. То есть, вот сейчас скоро мы поедем в Каппадокию, да? Там Биба будет, там друзья. Соответственно, там будет ржач, жесткий ржач, и будет хорошее эмоциональное настроение. И самое главное, это воздушный шар. То есть, это дополнительные эмоции, да? Новые еще. Вот, и это, представьте, это одна точка в мире, где будет такое веселье и такие эмоции. А мир-то большой, наш зимой шар. И таких мест тысячи. Главное, успеть всех обойти. Чтобы в конце, когда я, допустим, ухожу, да, я сказал, во-первых, в этот момент я очень сильно надеюсь, что я буду держать за руки свою супругу, жену, что мы будем до конца вместе. И, как мы обговаривали с ней, идеально уйти в одно время, ну, в старости, да, опять же. И это самое вот, потому что одному уходить, это тяжко. Или раньше уходить, это опять же тяжко. Ты оставляешь всех, да? Но сам прикол, что в конце ты, я сам себе сказал, опять же, что, бля, нихуя ваше жизнь, типа, вот по факту, good game, да? Very good game. И на этом закрыт глаза. А это из-за чего у тебя, почему-то сразу загон начался? Бэттрип или что? Как бы сказать, для бэттрипа я ничего не использовал. Нет, в смысле, как это было? То есть, ты сидел, сидел и такой. Нет, ты знаешь, это вот. То есть, вот, что случилось? Мне кажется, все об этом думают. Это знаешь, вот. Нет, он прям углубленно пошел. Мне кажется, многие так думают. Это как, я вот веду переговоры, да, там пока мне говорят, бывает, там, в транс уходишь, там, 5-секундный, а по факту эти 5 секунд, 5 часов, да? Альфа-состояние. Альфа-состояние. И ты уже думаешь быстро, представляешь, где-то там, допустим, за рубежом, где-то сидишь возле бассейна, да, и на секунду задумываешься, а это по факту секунда. Это час или один день какой-то другой вселенной, да, и ищешь какие-то ответы. На самом деле, все важные вещи творятся же внутри нас. И наш мир, это мир вибраций разных волн. Если мы ловим альфа-состояние, к нам приходят альфа-люди, альфа-вещи, то есть такие ништячки. Все, что у нас творится в жизни. Если низкие вибрации, то низкие вещи, ну, по-разному. Но не все мы, абсолютно, человек мало что контролирует. Это откуда вся эта терминология и так далее? От разных людей, на самом деле, которые живали в такой состоянии. Ты часто используешь слово «матрица», когда ты это говоришь, что ты подразумеваешь? Фильм «Матрица». Нет, ну, если дальше копнуть, то что? Ну, что мы программный код. Я тоже в это верю. Мне нравится очень фильм «Матрица». На самом деле, это сумасшедший, гениальный фильм, безумный. И я верю в судьбу, в предопределение, такие вещи, и в случайности. То есть все происходит, знаки, волны, то, что мы на разных частотах. Есть параллельные миры, есть духовное состояние, есть там... Ну, мы мало что понимаем, на самом деле, из этого, но такие вещи существуют, на самом деле. Чудеса происходят, ну, если ты реально в них веришь. Есть люди, а я вот... Ну, мне близкий, очень знакомый, рассказывал, что там есть люди реально с паранормальными способностями. Он прямо их видел, мой близкий, близкий друг. Он там видел людей, которые... Вот чувак, он всех бьет током. Ну, вот прям подходит, бьет током. Бьет ток, да? Реально, там прям зарядку. Может, там, убить человека. Есть люди, которые, ну, вот, в Тибете, ну, это с помощью реально, там, может быть, какого-то дьявола, там, на 3 секунды оживляют других людей, мертвых. Прям вот поднимают. Есть чувак, который магничивает вещи. То есть, ну, как магнит. Вот любое железо, он к себе притягивает на свое тело. Вот мы живем в таком мире, просто многие этого не видят, не афишируют, потому что они на других вибрациях находятся. Знаешь, вот такая информация до меня доходит, но всегда перед тем, как говорят такую информацию, добавляют вот то, что ты добавил. Мне мой знакомый либо друг сказал. То есть, обычно, всегда через кого-то. Это случается, потому что я пока не на такой вибрации. Но самое главное, знаешь, мы, на самом деле, живем в необыкновенное время, да? Это мы все, Роналду, чего стоят, по сути. До этого не было таких прецедентов. И таких прецедентов много, на самом деле, в этом мире, в этой жизни. И среди всяких баров, там, пятничных вечеров, политики, всякого информационного мусора, там, в социальных сетях, да? Хуйни в СМИ и в пиздец, там, полном пиздосе в телевидении. Мы не должны, как бы сказать, забывать о том, что, бля, необыкновенные вещи и чудеса реально есть в мире. Я реально хочу в жизни увидеть прям настоящего монстра. Вот реально какого-то там мутанта, да? Там, вот, большого кита. Я вот реально такие вещи хочу полностью увидеть. Иначе нахуя я живу, да? Я уж точно не живу ради того, чтобы делать бизнес, да, там, или общаться, или, там, бороться за политику. Почему? Потому что, блядь, это одна жизнь. И, блядь, не ради этого я живу, или все живут, там, чтобы обсуждать, допустим, почему сказал министр, там, соцзащиты, да? Потому что, потому что, да, из этого делают хуйню или мем, да? Я не должен увлекаться мемами, да? Я не должен, там, просто целыми днями смотреть фильмы. Почему? Потому что, блядь, в мире очень много чудес, очень красивых мест. Ну, ты в поисках эмоций, да, вот этого. Потому что человек, а нахуй! Басло эмоциональное существо. Если опять же изучать сущность человека, у нас есть три вида мозга. Первый, это старый мозг, который, на самом деле, старый мозг, самый главный мозг рептильный, который у нас еще, там, давно существовало. Это природные инстинкты, которые делают. Второй мозг, это эмоциональный, третий, это логика. И больше всего за принятие решения, действия отвечает как раз-таки старый мозг. Это наши инстинкты, то же самое. Страх, защищаться, жрать, там, заниматься любовью. Это наши самые базовые потребности. И прежде чем мы думаем, вот природа покупки, как объясняется на самом деле, да, маркетинг. Мы сначала эмоционально решаем это купить, покупаем, а потом логически объясняем, почему мы купили это, а не наоборот, на самом деле. Вот, это очень важная вещь, чтобы люди поняли это. И весь этот мир хочет сделать так, чтобы мы были недостаточно умными, чувствовали себя недостаточно умными, развитыми, хорошо выглядящими, начитанными. Недостаточно, потому что нам нужно постоянно покупать, чтобы экономика постоянно развивалась. Ну да, комплексы должны быть, чтобы... Тут мы сейчас противоречим самим себе, в плане, надо создавать нацпродукт, да, но это по теме, опять же, страны. А если по теме личной души и тела, мы должны быть в поиске. Но этот поиск, он не должен мешать жизнедеятельности других людей. Вот есть прям такие пророки, да, которые, блядь, надо делать то, или там вставать в 5 утра. Мы для утра всего этого. Да, и, блин, у каждого свой есть мир, там, земной шарда в голове. Самое главное, прожить жизнь так, как ты хочешь, а не так, как тебе говорят, или так, как получается. Самый хуёвый момент, так, как получается. Потому что он даже хуже, чем так, как говорят. Потому что так, как говорят, возможно, еще есть в этом безопасность. Да, вот с некоторыми людьми жизнь случается. Во многом, потому что они сами не знают, чего они хотят. Жизнь случается. Да, то есть они, не они случают эту жизнь, а жизнь с ними случается. Shit happens. Да, типа, как равно случается. Книги обычно не со всеми работают, но то, что вам показалось. Которые мы читали, да? Точно. Мне очень нравится «Василин колец», мне очень нравится «Алхимик». Алхимик? Да, ты это мое сказал. Серьезно? Что, «Василин колец» тоже? Нет. Ты усказал свои книги? Да, вот два. У меня есть две книги, в общем, я с девятого класса начал убегать из школы, да, сбегать, да, там через окошко все, сибался через второй урок, потому что понимал, что после третий-четвертого урока там уже полный бизнес. И я шел пешком в Мекку, на Розубакиева, и заходил в Меломан. А в Меломане была такая тема, что я мог бесплатно прочитать книжку. Ну, люди, там консультант думал, что я, типа, я говорил, что я хочу приглядеться, прочитать, потом еще куплю, типа. На самом деле, у меня не было денег на эту книгу. А там Паула Койля «Алхинк». Это единственная книга, которую я прочитал, первая единственная книга, которую я прочитал, а, нет, первая и последняя единственная книга, которую я прочитал бесплатно в Меломане. Вот, я четыре дня подряд ходил, чтобы ее дочитали. Блин, она реально интересная. Это, она вот как раз-таки меня вытащила из состояния зомби, которую пропагандируют в казахских школах. Если бы не эта книга, я бы, наверное, вот там же с этими ребятами в аэропорту стоял, вот, и орал бы. Да? И в чем прикол? Самому президенту это, ну, я уж уверен, не понравилось. И такого мнения и многие, в принципе. Вторая книга, блядь, я ее не дочитал. Почему? Потому что каждый раз, начиная ее перечитывать, все по-другому воспринимаешь. В чем прикол? Сам автор сказал, не читайте мои книги, это хуйня полная. Это кто? Это Насим Николас Талин. Я понял. Книга «Антихрупкость». Самый сок и смысл этой книги – хаос помогает возрождать что-то новое, хаос создает что-то новое. Я у него взял эту книгу и потерял. Поэтому я и не дочитал. Это очень сложная книга. Привычка осталась бесплатно читать меломания, а сейчас лините. Это та книга, которая охватывает там тело, душу, экономику, политику и все вместе. Это очень важная книга. На самом деле, почему нужно мечтать, фантазировать и любить фантастику, потому что, если ты будешь до конца реалистом, ты будешь мыслить в рамках того, что есть в этом формате. А если ты будешь мечтать, ты будешь создавать те вещи, которых нет. И реалисты не могут создавать вещи, которых нет. А любой ноу-хау, технологии – это те вещи, которых же нет. Вот как раз проблема эта в Казахстане – мало создающих людей что-то новое. Все чудеса создавались против закона физики, по сути. Да, против инерции. По два чувака, кого фоллоуете, полезные какие-то, интересные. По два, давай ты начинай. На которых я подписан. Да, да, да. То есть, вот ты тащишься, а ты контента. Я от контента не тащусь, но я подписан чисто из уважения на одного человека, тоже, деятель, президент, президент Турции, Реджеп Таип Барадаган. Чисто за одно высказывание на предвыборной гонке. Я считаю, это крутой слоган и это крутой триггер, который он реально за счет чего он поднялся и начал дальше идти. Не важно, кто с нами, главное с нами Аллах. Я сам, опять же, не сильно религиозный человек. Это что такое означает, не сильно? Ну, как бы сказать, я не прям сильно, я не читаю намаз, но я верю. Ты агностик? Возможно. Я еще не знаю, я не определся. Но вот эта фраза, блядь, я из-за этой фразы чуть ли реально не захотел прочитать Коран. В смысле, потому что звучит очень сильно? Звучит очень сильно, некрасиво, сильно. За этим предложением вот есть сила, есть что-то такое, за что ты борешься. Я, сидя в Казахстане, я, блядь, я реально захотел полететь в Стамбул, я такой, да. Хотя, возможно, я был бы долбевым, да. Но, блядь, ну, это вот мой скрытый, вот, как бы сказать, интерес, да, мне это заинтересовало. Да, прикольно. Вот, сейчас, пока ты говори. Капец, ты продал. Не, ну, это круто, я тебе. Он очень крутой продажник, прям, абсолютно гениально. Ну, на YouTube я, можно, несколько, да, перечислю? Да, да. Я постоянно смотрю Big Money канал про бизнес. Да, Черняк, очень интересный. Потом смотрю Гарри Ви, на английском, ну, прям у него ценности очень крутые, очень помогают. Марвуан Ситимбаев, реально, сейчас очень крутой контент выдает, которого очень мало. Вот, ну, в принципе, в основном. Так, у меня Мазерати, 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 Морсианин. На самом деле, раньше они очень сильно повлияли на мою жизнь. Ну, потом контент стал повторяться, но они красавчики. Просто очень люблю. На меня очень сильно повлиял персонаж Андервуда, карточный домик Кевина Спейси. Возможно, это самая лучшая президентская роль, ну, человек, который сыграл президентскую роль, да. Я просто до конца не смотрел этот сериал, он там стал президентом? Ну, первые, первые два сезона они нихуевые. Про спойлеры. Да. Давай про спойлеры Микрою престолов. В смысле, новый этот? Да, последний сезон. Мы просто в прошлом году, а перед прошлым дизоном. Мы всем про спойлеры, и в чём прикол, а мы угорали. А, типа, и так случилось? И так случилось. Ну, мы просто в интернете. А мы сейчас тоже прикалываемся. А я ебнул, дракон станет ходоком. И так стало, короче, я в самом шоке был. Ну, тут знаешь, я вот подписан на многих деятелей, и прям нету такого прям пиздец-учителя. Ну, по мне, да, опять же, это моё мнение. Потому что я беру что-то у одного человека, второго у другого, да? Мы продукт разных контентов, которые мы потребляем в разном качестве. Поэтому смотрите правильный, эффективный контент. Смотрите ДРТ. Мне кажется, идеальная концовка, да? Ну, мне кажется, ДРТ... Блин, хуй, майдан! Он никак не может закончить уже иначе. Он намекает по-разному. Ну, мне кажется, ДРТ мы сделали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok